Чувствовал ли я иногда себя как-то неловко? Если честно, да. Вот этим мужчинам за 40. Сколько лет еще бить их шокерами? Объявляют о закрытии импровизации на ТНТ. Как каждый из вас узнал об этом? Мы подрались на сцене. Прямо во время съемок. Очень долго меня гнобила девушка-журналист, причем называла меня Душнилой. Как вас звали изначально в ЧБД? Самое главное, что мне эта передача еще и не нравится. Мы думали, что они лохи, а они думали то же самое про нас. Ты недавно довел до слез свою жену. В моей личной жизни все хорошо. Мат – это слабость всегда у юмористов. У вас теперь нет воли? Много у кого нет воли. Ты кайфуешь от холостяцкой жизни? Очень сильно. Пос, ты единственный, кто жена. Ты рассказываешь парням остальным? Как оно с женщиной, а? Странно, что все конфликты связаны с Сережей у нас в коллективе. На что это похоже? На величие. Смотрите, кого мы собрали. Это было непросто. Несколько месяцев, и вот они все вместе в одной комнате. Всем привет! Здравствуйте! Какой ты президент? Дай автомат сюда президенту! Я очень хочу! Эш! А, ты так с ним не разговариваешь, он с Кадыровым дружит. Вас мертвес ду? Франц. Причтейн? Найен. Франц. Найен. Махен зи... Как сказать что-нибудь? Факен! Давайте, бать его, за ногу идти. А что вы от меня хотели? Карен, спасибо, что ты нас собрал. Вообще, мы так, так большая вещь. Да, блин. Ты машина. Ты машина. Так что мы снимаем в машине. Если бы ты нас не собрал, импровизации бы вообще не было. Кстати, странно, что у нас нет машины. Я просто подумал, что так будет проще чуть-чуть. Нет, у него большая семиместная машина. И что? Мы хотели сзади сидеть. Слушай, ты куда-то надо было ехать, пацаны. Да, да, есть такое. Десять утра, время. Так что, если что, небольшую скидочку делаем на возможное подтупливание мое, например. Не, ну мы бодримся как можем вообще. Абсолютно. У тебя вообще это мое время. Ну, смотрите, как быстро я говорю. Смотрите, как, ой, я бог. Реально, реально. Девять часов это мое. Я люблю девять утра. Что такое техническая вечеринка? Здесь мы, во-первых, восполняем силы творческие наши, наши умения, наши навыки. Немножко разогреваем перед съемками. Таким образом, я намекаю, что скоро съемки. Плюс проверяем какие-то новые форматы, которые вообще еще не были ни в телевизионной версии, ни в каких-то других версиях. Всем хорошего вечера. Спасибо. Пацаны. Это что, наша музыка? Это пивон. Здрасте. Как мало места. Всем здравствуйте. Всем привет. Так, ну и сразу телефоны. Сразу. Ну, как прошло? Так, как и должна проходить техничка, которая нужна для подготовки к передаче. То есть, если бы мы давали концерт, на котором задача только рассмешить людей, и набор игр был бы другой, и наше поведение было бы другим. Здесь мы отрабатываем больше какие-то форматы, понимаем, что работает, что не работает, вплоть до того, что даже какие-то подводки мы делаем телевизионные, хотя это в зале, и залу они не нужны, но нам надо отработать вот что-то для съемок. Короче, товарищеская игра в футболе. Ну, скажем так, да, по которой нельзя оценивать качество игры, на которой, знаешь, как говорят, тренер для себя что-то там решает. И вот здесь то же самое, Стас ставит нам какие-то задачи, которые нужно нам выполнить, он на них смотрит. Кстати, бывает сложно, потому что мы хотим интуитивно просто веселить зал, и, соответственно, кидаемся в какие-то ходы, где мы понимаем, что вот сейчас это сработает и будет весело, может быть, там, в ущерб каким-то задачам, которые вот он сейчас очень долго нам объяснял, что некоторые из его установок мы проигнорировали. Например? Ну, вот он очень хотел, чтобы мы вообще все, что перед играми, вот между игр, все работалось, знаешь, вот как будто мы снимаем передачу, чтобы мы говорили про то, что мы там это делаем для телезрителей в том числе, для зала побольше там и так далее, больше разжевывали правила, потому что здесь такая, знаешь, какая-то камерная атмосфера, где всем все понятно на самом деле, а когда мы делаем передачу, сейчас задача чуть-чуть разжевать все. А у нас, знаешь, в голове, ну а что, зачем сейчас это делать, всем же все понятно. Вот, и поэтому мы где-то выключались из этого, даже, может, где-то, знаешь, неосознанно. Ну, то есть тебе это ломает, потому что ты понимаешь, что по органике сейчас это не нужно. И зритель же живой, он сидит на тебя смотрит и может подумать, а что вообще пацаны делают, про каких телезрителей они сейчас говорят. Хотя вроде бы Стас их там предупреждал перед техничкой, но это такое, знаешь, типа своеобразное. Ну и плюс новые игры какие-то. Декабрь 22 года объявляют о закрытии импровизации на ТНТ. Как каждый из вас узнал об этом? Как-то ты это приподнес, знаешь, декабрь 22 года и какой-то черный экран. Для нас это был, по-моему, август 22 года, да? Ну, я думаю, да, что просто это все произошло. Мы раньше узнали, да. Сильно плавно. То есть если бы нам сказали, это был бы, наверное, шок и стресс. А это, знаешь, ты вначале понимаешь, что ничего не будет, потому что у нас, по-моему, съемки перенесли на неопределенный период. Мы очень странно же узнали. Мы узнали, потому что администраторы попросили Арсу покупать билеты. Да, я думал из Питера. А им пришел ответ, что... Подождите, не надо. Не обязательно. Не приезжай из Питера. А это было там за несколько дней до съемок, типа. То есть еще до нелепости момента, конечно. Да, на самом деле вообще в целом, ну, там, закрытие или открытие новых передач, это все в целом рабочий процесс абсолютно. Ну, то есть мы производим программу, канал его покупает. В какой-то момент каналу перестало быть интересно, они перестали покупать передачу. Здесь единственное, что действительно нас, ну, я думаю, могу за всех сказать, что нас смутило, это то, как мы об этом узнали, и то, что произошло потом. Когда оно закрылось, и вдруг там решили, а может мы ее вернем, вот эта вся история с Рутубом. Вот это нас всех немножко смутило. А в остальном закрытие передачи, ну, такое бывает, такое случается. Слушай, ну, уже больше года прошло. Да. У вас какое-то общение с Тиной было на эту тему? Нет. Едили ни разу вообще. Стас со Стиной? Нет. По-моему, нет. Я с Тиной знаком, даже здесь снимался с ней в одной программе. Ты со Стиной снимался? Да, я брал интервью у нее. Ты брал у нее интервью? Да, но это было давным-давно. А, давным-давно. Помните, у нас наших первых техничек был ведущий Гавр. К нему приходили гости. Он говорит, привет, я сегодня к вам приехал из Москвы. Он говорит, из Москвы? У него все это, все общение строилось на том, что он просто повторял. Он шокирован, но слышен информацию. Вот, но после закрытия никто из нас не общался вообще. А мне кажется, что она и не планировала. А зачем ей с нами общаться? Ну да, да, да. Вот она как нас не знала, так и не знает, зачем мы ей нужны. Не, ну есть продюсеры, они на каком-то своем там уровне это решают. А кто будет с нами общаться? Ну, вы же лица были канала. Ну, вот, пацаны, а если она придет к нам в громкий вопрос? Это тот случай, когда она наденет наушники, а мы ей будем ни слова объяснять. Есть какие-то обиды? Да нет, ну, я просто шутки, на самом деле. Мы просто шутим, но какие обиды у нас? Никаких обид. Я говорю, что просто это... Ну, это биды. Решили закрыть программу. Ничего страшного. Пост говорил где-то, что могло быть это по-другому сделано. Он это говорил как раз в подкасте у Абрамова, что это могло быть сделано по-другому по отношению к зрителям. Потому что, когда мы узнали, что мы уже все, у нас еще же выходили программы отснятые. Знаешь, там по инерции, которые там... Они уже смонтированы, кубами, гродами. Вот, и хочется как будто бы... Ну, то есть подвести этому итог, там, знаешь, последняя передача, или там, последний выпуск, или там, какие-то, может, лучшие моменты. Даже если был бы какой-то дайджест из каких-то, не знаю, там, из разных, может быть. Короче, с почестями. Ну, да, то есть, как будто бы... Самое главное, что это бы и для цифр-то, в том числе, то есть канал, чего хочет, цифр, каких-то просмотров, это, я думаю, тоже бы сработало в плюс. Да, да, нам-то эти почты не нужны. Это просто, ну, закончить историю какую-то, которая там зрителям была близка. Мы же не пропали вообще отовсюду. У нас продолжают сниматься такие же проекты на YouTube. Мы спокойно снимали истории, громкий вопрос. Все это было. Это все никуда не делалось. У нас также остались концерты. Но как-то странно, что это все вот так по-тихому раз и нет. Собственно, из-за этого, как мне кажется, до нашего официального объявления, что мы закрылись, из-за того, что не было ничего на телеке сказано, мне кажется, мы давали возможность, чтобы они это все сделали. Ну, как-то, логично хотя бы. Мне кажется, из-за этого и начались комментарии в ее адрес. Собственно, она после этого и записала обращение, типа, ладно. Ну, а по-моему, чуть ли даже не закрывала свой канал. Ну, комментарии, да. Комментарии, да. Несколько раз в неделю я просыпаюсь в 4.30 утра, потому что уже в 7 утра у меня эфир на Матч ТВ. Худшее, что может случиться, когда ты пытаешься заснуть в 12 или в час ночи, это шум с улицы. Мне повезло особенно. У меня рядом с домом почти каждый день лета фестивали, концерты. Выход один. Нужны нормальные окна. Ведь от этого зависит, насколько холодно или тепло, а также уютно и тихо нам будет жить. И я могу порекомендовать вам оконные профили от российской компании «Мелки». Это современная компания, но при этом с накопленным опытом и знанием рынка. «Мелки» производит оконные профили по инновационной технологии «Коэкс». Благодаря слиянию двух видов сырья, переработанных оконных ПВХ-обрезков для внутреннего слоя и чистого ПВХ-компаунда для внешнего, профиль получается жестким, прочным и долговечным. А возможность переработки пластика еще и положительно сказывается на экологии. В ассортименте «Мелки» есть целых шесть разных оконных систем на любой вкус. От бюджетных вариантов до премиум с возможностью разных цветов массы профиля и ламинации. Стильные и эстетичные окна «Мелки» с гарантией на много лет. Переходите по ссылке в описании и приобретайте качественные окна по доступной цене. И пусть все ненужные вам фестивали, или крики прохожих, или рев мотоциклов пройдут абсолютно незамеченными. И вот это был август, когда вы стали уже понимать, чё к чему, когда пришло предложение от СТС. Да мы, наверное, так и не вспомним. В феврале? Долгий процесс, да. После официального объявления о закрытии. Да, да, это было после, да. Тут же, да, тоже. Тут вот правильно пацаны говорят, что не было такого, что нам позвонили в моменте и сказали, вы закрыты. То есть это вот типа переносится, вроде закрывается, то есть ещё была какая-то надежда, что, а может, чёрт, это не было вот так. Ну и, соответственно, и предложение тоже. От предложения до какого-то там производства – это что же время? То есть надо понять, что мы тогда несем на СТС, как мы это делаем. Поэтому это всё было относительно быстро, потому что мы все были в отпусках в январе, мы вернулись, и вот с конца января до первого, до съёмочного дня, сколько там? Да мы потому, что, наверное, где-то в глубине души давно вынашивали такую идею. Серьёзно, простой? Нет, снимать такое шоу. Ну, то есть для нас это шоу, этот новый формат не стал, знаешь, чем-то таким, что, блин, ничего себе мы придумали. Мы уже давно думали, что надо там отказаться от каких-то там реквизитных игр, от каких-то костюмированных историй, что всему этому придать чуть более взрослый вид. Мы об этом думали и говорили. Короче, у нас в головах это эволюционно всё произошло, а события внешние просто, видимо, совпали. Я, кстати, чуть-чуть рад, что, наверное, это своего рода был такой пинок для нас. Возможно, если бы не было ухода с ТНТ, мы бы продолжали бы, ну вот в том виде, чуть-чуть изменяя что-то, ну вот возможно, может просто увидать. Какие-то меня и Игорь запросы. Ну, Серёга тоже бы, он же не видит. Он и так увидит, да. Да. Если подытоживать ваш уход с ТНТ и то, где вы сейчас, нет ощущения, что вот это как-то не банально звучало бы, но всё, что не делается к лучшему, потому что вас стало на Ютубе намного больше. Я не знаю, стало ли это неким пинком, но вас стало намного больше. Я не знаю, сделали бы вы столько проектов, если бы вы продолжали быть на ТНТ, или это стало таким, что, о, надо сейчас повъебывать. Слушай, да, на самом деле нет. Даже если бы мы оставались всё это время на ТНТ, я говорю, что как будто все наши проекты, которые идут в сети, и там на Ютубе, и ВКонтакте, всё, что идёт там, это шло как будто бы, знаешь, ну параллельно с нашей телевизионной историей. Потому что, ну всё равно телевидение, знаешь, когда ты снимаешь какую-то одну программу, и знаешь, вот сесть и придумать какое-то телевизионное производство, оно намного сложнее, чем производство там в сети. То есть ты вот взял, поставил камеру, снимаешь клёвое шоу на Ютубе, собираешь просмотры, зарабатываешь. Потому что телевидение – это огромная машина, махина, которая очень неповоротливая. И туда с какими-то новыми идеями приходить сложновато. Поэтому вся телевизионная история у нас шла как-то, ну не то что параллельно, мы понимали, что вообще-то это основа, то есть это то, с чего началось всё, и то, из-за чего всё, собственно, и появилось. И мы вот очень скрупулёзно делали одну программу, а все свои какие-то творческие идеи реализовывали в сети. И это шло параллельно. И в момент, когда мы поняли, что вот с ТНТ у нас не получается, когда нам сказали, всё, на ТНТ нас не будет, мы понимали, что у нас есть огромное количество работы. И потом, когда появилось предложение от СТС, мы решили, что, ну, телевидение, мы хотим быть представлены в телеке. Мы вот приняли для себя такое решение, что мы начинались как телевизионное шоу, мы хотим, чтобы это продолжилось. И начали делать тоже, как будто бы немножко параллельно, вот телевизионную программу. Не было такого, что, знаешь, это там подстегнуло делать что-то новое, что вот нас, не знаю, закрыли, и мы такие, да сейчас мы как покажем, и сделали. На самом деле, после того, как мы ушли с ТНТ, новых проектов, ну, непонятно, импровизаторы на СТС, но вот новых каких-то, знаешь, проектов у нас, по-моему, и не... Ну, хотя, может, и появилось, но я вот так по времени не скажу, по-моему, и нет. Нет, все, что у нас было и в каких-то там вот отложенных планах вот сейчас снимем, все то же самое мы и снимаем. Все снимаешь, да? Снимаешь? Дорогой зритель, много просмотров у нас на канале, мы выпускаем выпуски, выпускаем выпуски, но все это для вас. Ну, и я для себя, конечно, тоже делаю, потому что творческая реализация, вот это все. Ну, подписывайтесь, пожалуйста, очень много вас смотрят без подписки. Нажмите на кнопку, знаете, как мне будет приятно? Невероятно приятно. Все, смотрите дальше выпуск. Ну, лайки, комментарии, кстати, тоже приветствуются. Раз мы все вместе собрались, по-моему, еще не было такого, чтобы сидя все вместе, обсудили тему, как вас звали изначально в ЧБД. О, да. Давайте вспомним это. А что значит звали? Именно? Нет, как она звали в ЧБД? А звали. Тогда это еще не было в ЧБД, по-моему. Да, по-другому это называлось. А дальше было самое интересное. Что-то, да, дальше, что самое смешное. Самое смешное, да. Так, что, ну, начать с того, что изначально вообще самая первая проба этого проекта случилась на школе подготовки к проекту «Импровизация команды». Да. Там мы готовились, по-моему, к самому первому сезону, да? Да. Еще не было. К самому первому сезону. Еще были кайфовые. Еще. Ну, да. Там собралось огромное количество людей. И в какой-то момент на эту школу, это было в гостинице проходило, приехал Макс Морозов. Да. Да. И они со Стасом обсудили, что вот есть такой, типа, проект. А, они вдвоем даже занимались им. Четвером тамбируем, посвел, мы с пятером сидели, угадывали, да, 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 все, и больше никого не было. Вот. И потом началась, да, работа над этим проектом. Стас и Макс работали вдвоем, как два креативных продюсера, а в составе были, собственно, Рустам Тамбимый. Да, да, да. Да? Да. Когда вы изначально пробовали, казалось, что это что-то большое. Вот честно, нет. Вообще не казалось. Но у нас было смешно. То есть, ноль вопросов. Я веселился очень сильно, мне нравилось. Ну, что смешно. Да я не знаю, ну, блин, состав, ну, все пацаны, Тамби с Рустамом, как будто бы очень органично в это все вплелись. Все это как будто бы вот с точки зрения юмора работало. Это было действительно... У нас везде не было такое жестье. Смешно, да, но мы, конечно, не так это делали. Я помню, что я кайфовал от происходящего внутри. Ты не задумываешься в этот момент, а что это, типа, супер-хит или не супер-хит, да хрен его знает. Но то, что это было прикольно, смешно, это точно. Было. Так, чем то, что было, отличалось от того, что сейчас? Только уровнем, градусом происходящего. Нет, так не было вообще такого акцента на гостя в плане вот этого Стёба его постоянного. Сейчас же нет задачи, никто из зрителей не смотрит, блин, угадали они или не угадали, что же там дальше произошло. ЧБД, да, это же просто прожарка гостя. У нас было по-другому. Мы реально пытались угадать историю. Если ты понимаешь, что ты не угадываешь, мы пытались на эту тему пошутить. Не было такого, что нам нужно засрать гостя. Но я помню, когда прожарка началась. К нам пришел на техничке Руслан Белый. И он пришел с этим, со своими, типа, прикольчиками. Начал нас стебать, наших зрителей. И вдруг, по-моему, ему Рустам что-то такое ответил в ответ. И вдруг он его понакидывал ему в ответ каких-то таких тоже колкостей. 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 Как я могу? ЧБД существовать. Дамы господа. Чуть-чуть снизим градусов. Колкостей. Добавим колкостей. Колкостей, да. Блин, я вообще не помню. Белый был. Он его жестко осадил. И после этого мы начали уже просто играть. И я уверен, что, по-моему, был слава тогда на эту техничку. Да, да, да. Сказали, что нужно гостей. Вот это хорошо. Плюс мы с Русланом друг друга еще тоже как будто бы чуть-чуть задевали. Как подначил. И это тоже, говорит, вот это тоже прикольно. То есть на все, на что была реакция от гостей, в смысле от зрителей, он сразу там галочку, типа, да, вот так и делаете. А потом в какой-то момент я, кстати, на какую-то из двух техничек, даже просто то ли не смог приехать, то ли что-то у меня было. Я в Питере. И все, и я даже уже потом этот проект увидел, только поделил. Мы не делали без тебя. А, ну, значит, он уже и делался потом с кем-то. Ну, да. Я, кстати, не знаю, почему. Мне просто сказали, что дальше мы, ну, там, не будем. Что-то то ли Стасу не понравилось, то ли чувакам, я не знаю. Мне нравилось, я кайфовал. Даже когда вот начинали уже гостя чуть-чуть троллить, было прикольно. Вот. Но в какой-то момент... Тролль. В какой-то момент это все просто сказали, ну, типа, мы не будем делать это. Ну, ладно. Поз говорил, что потом уже увидел просто афишу. Да, 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 я увидел просто афишу. Очень странно получилось, потому что Стас, насколько я знаю, объявил, ну, наверное, Славе, что он больше не хочет в этом участвовать. То есть, какой-то разговор был, но как нам его Стас этот разговор передал, что это был разговор вот Стаса, не то чтобы Стас нас уводит всех оттуда, и мы больше этим не занимаемся. Что Стас просто пришел, сказал, что я не очень хочу, это проект Макса, пусть Макс занимается. Наверное, это подразумевало, что все мы вместе со Стасом уходим. Он нам это рассказал, что я, говорит, вот пошел, сказал, что больше не хочу в этом участвовать, вы, пожалуйста, если хотите, без меня, типа участвовать. У вас не было недопонимания в этот момент? С кем? В смысле, что Стас, ты бы нам сказал, а то там могли воспринять, что... Так он нам сказал, но он сказал, что он уходит из проекта. Он сказал ты до. Да, до, и говорит, что пацаны, я не буду этим заниматься, если хотите, пожалуйста, занимайтесь, продолжайте. Ну и все, а дальше никаких разговоров уже не было, и потом, да, просто я увидел афишу, написал Максу, типа... Не знаю, что ему написал. Ты что, козел, так написал? Не-не-не-не, какой смысл? Нет, но это же тоже, опять же, мы только что разговаривали, он продюсер, он хочет, кого зовет, того зовет. Просто мне показалось странным, что, ну, хотя бы, я не знаю, мне надо было сказать, ты больше это не делаешь пока. Вот, я это увидел просто в афише. Но, возможно, тут не вопрос к Максу, возможно, действительно, просто все вот, пока шел этот процесс там со Стасом, не допоняли друг друга. Что, может быть, в глазах Макса означало, что Стас уходит со всеми нами. Пацаны, я вообще не знаю, как узнали. Я помню, какой-то был разговор про органику, что это не в нашей органике хейтить людей. Ну, то есть, у нас тогда уже был шлейф таких ребят, которые на позитиве, вот, и засирать гостя. Я помню, что об этом был разговор, что нужно долбить в гостя, хейтить его, там, максимально не давать ему сказать. И что-то говорили про то, что это не наше. Ну, нам некомфортно себя так вести. Вот, что-то какой-то, я помню такой разговор, но... Да, ну, наверняка. Более того, наверное, это и не наверное, это точно и правда. Ну, вот. Ты сказал, что не было такой жести. То, что сейчас для тебя это жесть? Ну, какие-то, да, какие-то моменты, они, пацаны, прям, перегибают. Да нет, даже самый первый выпуск. Вспомни, там, вот, первый, где Мигель был. А, угу. Вот. Ну, мы вряд ли могли бы позволить себе так разговаривать с Мигелем. Угу. Вот. Я понимаю, что это все для юмора, это все классно, но реально нам было бы это не очень прикольно. Смотрите, негр! Негр! Я извиняюсь, что просто я для себя... Бунда-бунда! Онда-бунда! Даже смотреть было первый раз, это было странно. Кстати, вот очень странно, что многие задают до сих пор вопросы, особенно там вот у Абрамова, когда я был, что он говорит, ну ты же понимаешь, что ты был ведущим такого проекта. Это странно, потому что я был ведущим не такого проекта. Он был бы другим. Он был бы другим, и я уверен, что не таким шумным. Он был бы комфортным и уютным. Да. С Максом у вас не было разговора после этого никакого? Ты ему написал, ты говоришь, что он тебе что-то ответил. Ну что-то ответил, да. У остальных, жест, у тебя, например, не было никакого общения на тему никакого. Он, кстати, по-моему, так и ответил, что я думал, что вам Стас сказал вот что-то такое. Поэтому я думаю, что это на каком-то там другом уровне непонимания произошло, и все. У меня никаких нет. Ну что это? Это странно на что-то в этой ситуации, там, обижаться или париться из-за этого. Хотя Абрамов до сих пор уверен, что я парюсь. В площадке для оскорблений ты схлестнулся с Анатолием Цоем, помнишь такое? Собачка говорит гав-гав, курица говорит ко-ко-ко, а Анатолий Цой говорит гав-гав, ням-ням. А, да, у Соболя, у Илюхи. Да, да, было такое, было. И там был коммент один. Две тысячи лайков практически он собрал. Ничего себе. Там написано, они не созданы для жестких шуток, как двое пушистых щенков выпустить друг на друга. Слишком мило. Типа мы с Цоем? Да. Очень много говорят о том, что ты не про жесткий юмор. Что ты позитивный. Тебе устраивает такое амплуа? Слушай, да в целом, да. Я никогда не стремился быть каким-то там супер жестким или супер острым, типа комиком. Вот. Шутим ли мы жестко? Ну, конечно, бывает. Там, понятно, что если взять все шутки, знаешь, которые я сказал за все время, конечно, там найдутся какие-то жесткие шутки. Ну, да, действительно, я никогда за этим не гнался, не гонюсь, не знаю. И вот как будто, вот знаешь, прожарку, когда я смотрю, их же много всяких разных видов. Там есть рост батлы всякие. Ну, короче. Прожарка на ТМТ-4. Да, прожарка на ТМТ-4 была, да. Ну, короче, их много. И там мне, если честно, нравится очень, ну, очень немного комиков, которые вот прожаривают. И мне кажется, вот так делать прикольно. Вот. Мне кажется, вот один из моих, скажем так, вот фаворитов, ну, когда я смотрел прожарку, я давненько уже ничего не смотрел такое, но вот когда я смотрел, мне очень понравилось, как прожаривает Дима Гаврилов. Слава работал сисадмином в аквапарке. Сисадмин в аквапарке? Это профессия? Или миниатюра в КВН? Вот я смотрел, и мне всегда вот, его я смотрел еще на фоне остальных, оказалось, блин, вот так должна выглядеть прожарка. То есть это не были какие-то, знаешь, вот жесткие шутки, когда это жесткость ради жесткости. А это были вот какие-то очень такие интересные какие-то наблюдения за персонажем, которого прожаривают, и вот вычленение чего-то главного. Мне понравилось. Сам этот буллинг-юмор такой, он близок тебе? Ты бы смог сам, условно, тебя позвали в прожарку выступить, кого-то прожарить? Слушай, ну... Тебе бы в кайф это было делать? Ну, смотри, вот я не уверен, что это было бы мне в кайф. Я бы, наверное, это сделал в какой-то, может быть, своей манере. Вот, вообще, как бы, могу ли я шутить, типа, жестко? Мне кажется, я могу. Потому что, более того, мне кажется, это могут любые комики, которые там, вот, ну, вот, все, кого мы знаем, комики, это все комики с огромным опытом. И мы просто чисто технически это умеем делать. То есть чисто технически я могу придумать очень жестких шуток, прийти их и пошутить. Получу ли я от этого удовольствие? Ну, не знаю. Ну, может, и получу даже. Вот. Но в любом случае, если меня когда-нибудь кто-то позовет кого-то прожарить, наверное, сделаю это в какой-то немножко другой манере. Говорят, ты еще кое-что умеешь делать. Ну-ка. Один из панчей Анатолия тогда был такой. Однажды тебе, Антон, приснится страшный сон, где ты улыбаешься, но искренне. Да, да. Людям иногда кажется, что когда Антон Шестон смеется, это искусственная улыбка. Да, да. Такое очень, ну, не очень часто, но я читал такие комментарии, да, что, типа, вот он улыбается, он неискренний и так далее. Но, слушайте, я могу сказать только одно. Когда я, допустим, сижу в кадре и взять, к примеру, там, не знаю, шоу «Контакты», ко мне приходит гость. И всегда мы вообще всей нашей командой, когда делаем это шоу, и я в том числе, когда сижу на диване, мы всегда стараемся сделать, чтобы гостю было комфортно. Допустим, да. И пришел какой-то гость, и, не знаю, в какой-то момент он, не знаю, шутит или что-то говорит. И знаешь, вот как в общении там с малой знакомым тебе человеком, ты иногда на какую-то очень среднюю его шутку улыбаешься. Это такое абсолютно, знаешь, какое-то вот житейское, такая, не знаю, ну, вот нежелание ставить человека в какое-то, знаешь, неудобное положение или еще что-то. Возможно, в таких моментах я чуть-чуть плюсую, да, возможно, но нет такого, что вот в кадре на меня смотришь, я такой улыбчивый, такой позитивный, знаешь, а в жизни ты меня встречаешь, а я вот такой на самом деле. И все это неискренне. Ну, и сейчас, когда я тебя утром встретил. Вот это максимально было искренне, да-да-да-да. Я сам по себе позитивный человек, я часто улыбаюсь и в кадре я абсолютно неподдельный, я такой, какой я есть. Друзья, спасибо вам большое за ваши подписки, за комментарии. Я, кстати, читаю все комменты и вижу, что вы часто обсуждаете наших гостей или кто-то, например, хвалит нас за нашу работу, спасибо огромное. Но есть и те, кто нас упрекают, и это абсолютно нормально. А еще иногда я вижу мнение о том, что 50 вопросов выходят недостаточно часто. И вот тут не могу с вами согласиться, мы много работаем, и у нас, например, выходит много эксклюзивных видео, ВК-видео. Там регулярно выходят новые герои, разговоры с которыми вы не найдете на других платформах. Например, недавно мы пообщались с комиком и блогером Женей Гришечкиной. Дальше больше. Ищите наши выпуски, ВК-видео и, конечно, подписывайтесь на наше сообщество ВК. Ссылку оставил в описании. У нас есть друзья, их зовут Авиасейлз. Мы обожаем их. Они классные, сами знаете. И у них есть вопрос. Представьте, что есть возможность один год пожить в другой стране, при этом заработка останется, вы с близкими поедете, с семьей. Что это будет за страна? Один год, любая страна. Блин, ну я знаю точно ответ Сереге, да? Да, это что? Индонезия. Индонезия. Но, знаешь как, четко формулируйте свои желания. Это будет не Бали. В Джакарте будешь жить просто. Он спросил страну. Страна Индонезия, остров Бали. Блин, какую бы выбрать, да? Называется. Ты бы что выбрал? Я вот не знаю насчет политкорректности, но я ни разу в жизни не был в США. И все вот эти их там Голливуды, Гран-Каньор. Ну я тоже об этом подумал. Я месяц, там ровно хватит, месяц? Год. А, год? Ну как раз все посмотрели. Там с Бали можно нормально летать. Нет, нельзя улетать. Когда? Конечно, привязанно. Нет, ты живешь там, а летаешь куда угодно. Но ты там живешь там? Нет, ну живешь, да, в одном месте. Но на отпуск ты на Бали, а в отпуск еще с Бали ты едешь. Да, 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 конечно. А с Бали были какие-то еще чуть ли не безвизовые приколы. Там вообще кайф. Блин, ну кстати прикольно, я тоже хотел. Надо другой мне что-нибудь выбрать. Чтобы не повстаряться. Не встретиться там. Не дай бог. Да, да, да. Я бы, наверное, выбрал тогда Гренланди. Ну на Мальдивах, наверное, год очень будет скучно. Да там и неделю так тоже. Да ты так и любишь. Ну я так и люблю, да. Нет, ну я бы, наверное, выбрал Италию тогда. Город? Я хотел еще. Город? Ну а ты в Грецию, Вали. Я не хочу. Блин, ну наверное, тогда... Нет, хочется и у моря что-нибудь. Ну хотя и Рим классно. Да там близко. Ты же страну сказал, перемещаться можно. Тогда просто Италия там, а дальше можно покататься. Блин, я хотел в Италию. Я вообще хочу в Италии жить в старости. Ты даже ездить вдвоем в Италии, там места хватит. Кстати, да, давай. Мне и другую страну. Ладно, Япония. Ооо, отлично. Я хочу изучить ее настолько подробно. У меня как раз года хватит. Был там хоть раз? Нет, мечтаю поехать. Говорят, другая планета просто. Очень хочу. Но что-то, блин, у меня жена не очень любит летать. А это прям далековато. Покажи ей цветение сакуры, как это выглядит. Туры просто... Надо лететь. Турами туда. У меня просто вот так 9 часов в самолете. Турами летают специально, чтобы увидеть, как цветет сакура. Это сказка. Ты был там? Не был, но я видел видео, и это, конечно, космос. Я хочу слетать, вот как раз... Так и ты увидишь то же самое, что на видео. Своими глазами. А там почувствуешь аромат. А на видео ты чужими глазами смотришь? Ну, тоже ты знаешь, что-то... Сергей Матвеенко. Разрушит любую мечту. Цифры и рейтинги. И, по-моему, изначально... У тебя они есть? Ну, смотри, вы сначала выходили по четвергам в 20.00. Потом вас подвинули... СТС? Да. Потом вас подвинули на ночной эфир. Да. Из-за чего? Это решение канала. Не удивлюсь, что может быть даже из-за цифр. Не оправдали ожидания. Вполне может быть. Но второй сезон заказали. Подожди, а такого нет, что в 8 часов что-то нельзя говорить? А, например... Нет, у нас там сейчас ничего... Такое тоже может быть. Так нет, вполне может быть. Мы давно знаем, что мы не совсем телевизионное, может, уже шоу. У нас на ТНТ не сказать, что там, знаешь, супер какие-то были цифры. Но потом это все выкладывалось в YouTube. И мы все время были там в топе по цифрам. Я думаю, что наша аудитория действительно, вот формат телевизионного смотрения, когда я ровно в 8 вечера в четверг включаю телевизор, наверное, действительно уже не использует там как основной формат. Если там на любом концерте спросить, где вы в основном смотрите наши проекты, ну, это будет, конечно, не телевидение. Я видел, как ты, я не знаю даже, не то чтобы сорвался, но это было очень искреннее, неискреннее обращение к залу где-то на концерте. Это я шутил. Это как раз, знаешь, пошла волна. Нас начали переносить в эфире. Вышла какая-то статья, что СТС разочарован в импровизаторах и думает их закрыть. Вот, а мы же говорили. Вот это вот все. А что он сделал, я приведу сейчас цитату. На концерте. В Санкт-Петербурге, кстати, это было. Он обратился к залу, сказал, что... Ну, сначала попросил поаплодировать тех, кто смотрит телеки, потом тех, кто смотрит на Ютубе. Оказалось, что на Ютубе гораздо больше. Не гораздо больше, а все. А теперь он говорит, а теперь вопрос. Какого вы это не смотрите по телеку? А то у нас в Ютубе миллиард, а по телеку... Алло, пацаны, пельмени вас тут это. Блин, смешно. Классный у нас концерт. Да-да-да, пельмени вас тут это. И попросил поклясться всем, что будут смотреться по телеку. Не, концерты у нас огонь, конечно. Попросил... Дмитрий Позов попросил зал поклясться, чтобы будете нас смотреть. Слушай, ну что, у нас молодая аудитория, мы это знаем. Она разная, она не так, как говорят, просто детская. Она разная, на концертах разные люди. Но основная, конечно, масса людей – это молодежь. Ну какая молодежь сейчас вовремя включает телевизор, чтобы что-то смотреть? Мне кажется, это тоже же прикольная штука, что, допустим, на канале СТС в Ютубе мы там даем крутые цифры. Может быть, на самом телеканале мы даем не супер, там невероятные цифры. Опять же, прикинь, насколько мы другое для СТС. Не, просто если уральские пельмени собирают, у них много просмотров, а как будто это говорит очень много про взрослость, аудиторию. Ну смотри, тут каждый канал, наверное, сам решает. Может быть, допустим, СТС хочет, чтобы эта аудитория менялась. Некоторые же каналы делают так, что давайте попробуем омолодить аудиторию. Ты знаешь, да, такое из спорта даже, что в хоккее аудитория скоро вся умрет, они пытаются придумать, как сделать так, чтобы молодежь начала смотреть хоккей. Потому что взрослые люди имеют свойство умирать быстрее, чем молодые. А как хоккей-то делают? Ну, пытаются там какие-то ютуб-каналы, какие-то там звезд приглашать на матчи. Ничего пока не получается, но аудитория сильно взрослеет, и это проблема. Может быть, для каналов тоже это важно. Можно успокоиться, искать, все, нас смотрит взрослая аудитория, и нам больше ничего не надо. А может, есть задача все-таки еще какую-то аудиторию, которая подрастает, подтягивать. Я думаю, ну, в этом плане, наверное, мы можем помочь. Нет такого, что мы придем и переделаем мозги всей взрослой аудитории, скажем, пельмени. Не надо смотреть, надо нас смотреть. Да, пельмени смешные. Опять же, человечек. Ну, и мужей. Да, он и как раз та аудитория. Та аудитория. Слушайте, Незлоб говорил, что когда он ушел на СТС, то были эти шутки в спину. О том, что на СТС комики уходят умирать. Это Серега кричал. Да. Ну, во-первых, может, потому что он просто сам ушел, и ему что-то там в камеде так говорили. Мы-то как? Мы всем коллективом пришли на ТНТ, всем коллективом ушли на ТНТ. Нет, но это еще было как будто бы во время, когда... Это же момент, когда Светлаков, Незлоб, они, по-моему, вместе подписывали этот контракт с СТС. И это было же давно. То есть это было, по-моему, во время, когда еще Ютуб был... Ну, типа там мало чего было. Ну, ТНТ не был в Ютубе. Ну, вот как будто да. И как будто действительно на тот момент было, что типа ТНТ был каким-то таким... Ну, то есть там было очень много именно разговорных шоу для комиков. Дерзким. Да, а СТС был всегда... Он другим всегда славился там сериалами, еще чем-то фильмы показывал и так далее. Вот. И на тот момент действительно, когда люди переходили на СТС, не было никаких альтернатив, не было ни Ютубов, ничего. И туда они уходят, а там еще нет никаких шоу, где они могут появиться как единицы. То есть, понятно, в сериалах там может быть, но это странно, когда Незлов там стендап комик, Светлаков, просто какой-то шоумен, да. Вот. А сейчас же вообще нет такого. То есть, переходя с ТНТ на СТС, Серега правильно сказал, что у нас остается огромное количество проектов, которые идут просто в интернете. Вот. Так мы и целым шоу перешли. Мы же не просто там кто-то из нас ушел что-то делать на СТС. Ну, да. А вот представьте ситуацию. ТНТ перестает покупать импровизацию. И одному из вас предлагают собственное шоу. Где? Развлекательное альтернативистическое шоу на ТНТ одному из вас. Скорее всего мне. У него же есть уже отдельное шоу на ТНТ. Ну, было. Ну, команды. Отдельное шоу абсолютно отдельное шоу. Ну, оно уже все. Ну, да. Ну, вот представьте. Такое предложение есть. И вы понимаете, что троих остальных не будет. Вы бы согласились? Или подумали бы? Или бы отказались? Ну, я, например, точно знаю ответ. Что я бы в первую очередь задал вопрос, что если это так, то я хочу все равно продолжать с пацанами всю деятельность. Ну, да, я думаю. Если мне сказали, теперь ты не сможешь нигде с ними ничего вместе делать, я бы сказал, ну, нет, точно. Нет, именно на ТНТ. Вот это шоу один ведущий. Один ведущий. Да. И я задаю вопрос. Я могу с пацанами делать импровизаторов где-то еще? Может. Мы же, когда нас, если могу, я, наверное, готов это рассматривать. Но это было бы глупо отказаться. Да. Да, то есть, я понимаю, к чему ты спрашиваешь. У нас нет никаких, знаешь, там, обид или то, что ТНТ теперь это какой-то враг, там, или еще что-то такого. Нет, ну, типа, ничего страшного. Нет, мы бы задали вопрос, в смысле, как к этому относится. Возможно ли такое, что когда-то, может быть, не знаю, по каким причинам, нам скажут, о, а может снова на ТНТ? Я уверен, что мы все скажем, да давайте, если там это будет актуально, нужно, и хочется, будет хотеться это делать. По бабкам вы не потеряли с уходом на СТС или только приобрели? Не потеряли точно. И приобрели, наверное. Приобрели. Приобрели. Да, приобрели. Я что-то пропустил это. Он тоже финансовый, не грамотный. Подожди, как ты пропустил это? Можно, как ты пропустил это? Есть агент? Нет. Ну, как, вот Стас. Стас, ваш агент. Мой агент. Ну, как агент, но он, против, у нас есть какие-то рекламные агенты, но они больше связаны с соцсетями. Все, что касается, там, Телеком. Я уверен, мы обсуждали какие-то зарплаты, но мне какая разница? Ну, ты не знаешь, что это зарплата на СТС? Честно, я не знаю, сколько мы получаем за передачи. А у нас нет зарплаты на СТС. Я думаю, что вся проблема, ну, у Сережи много проблем, он не знает, где его деньги, но это не секрет никогда был, что мы с телевизионной, телевизионной передачей, ни на ТНТ, ни на СТС, это не большая часть нашего дохода. А так не было никогда. То есть на ТНТ мы зарабатывали какие-то деньги за съемку в передаче, у нас не было ни контрактов, ничего почему-то. Да, вот мы все это время, мы 7 лет работали без контракта. И мы зарабатывали на гастролях, на каких-то своих шоу, на рекламе и так далее. Это был такой буст для нас, передача. И здесь то же самое, то есть нельзя сказать, что передача на СТС это главный источник дохода. Все равно странно, что Сережа не знает, сколько он за нее получает. Все еще странно. Вопрос к Сереже. Ну блин. Ну вот смотри, мы переходим. Я только вот за эти что не понимаю, зачем мы ему столько платим? Если он все равно не знает. Ведь мы могли ему допустим пополам оставить. Распилить, да. И он бы даже забыл бы спросить. Я кстати предлагаю наменять крупные деньги на сотку. Смотри сколько денег. Лев не снизу, а сверху. Сережа, много денег тебе зашел. Смотри, какая история. Мы допустим переходим на другой канал, да? И нам говорят, вот такая зарплата. Все это обсуждают. И говорят, да, хорошо. И я такой один, нет. Мне больше надо. Не будет же такого. Если все обсудили, все договорились о зарплате, говорю, окей. И сколько она? Ну не помню. Ну правда. Из шеи. Ну не помню. Нет, ну в целом, ну если ты можешь себе позволить не помнить сколько ты зарабатываешь, то это неплохо. А тут дело не в том, что можешь ты себе это позволить или нет. Это организм твой позволяет тебе запомнить или нет. У меня с башкой проблемы. Я не знаю. Ну я не запоминаю, правда. Так, я бы хотел запомнить сколько я могу. А может они все-таки подрались? Ударил по голове? Ладно, я расскажу такую историю. Сережа начал переживать, что ему не хватает денег. И мы ехали в поезде. Я говорю, Сереж, я не буду цифры говорить. Я говорю, Сереж, ну вот смотри, есть вещи, которые мы по-разному делаем. Там у меня есть площадка, допустим, у него бизнес. Бизнес, там, ужасство. Это недавно было, то есть. Вообще, это было месяц назад, да. Я говорю, конечно, ну я же знаю, сколько мы получаем денег за те проекты, которые мы делаем вместе. Это импровизаторы, Громкий вопрос, истории, Table Time сейчас, Travel, концерты. Уже, понимаешь, уже даже если по тысяче, ну, пока что, уже 6 проекта. Просто если это все было один раз, блин, один раз. Ну, я вот один раз, я говорю, а у нас есть договоренность, что в общих проектах мы получаем одинаково, поэтому. Я говорю, Сереж, ну, даже вот этих денег, если мы сейчас с тобой посчитаем, ну, получается, вот такая сумма. Он говорит, нет. Я говорю, ну, мы же сейчас с тобой считали, сидели. Он говорит, у меня нет таких денег. Я говорю, Сереж, у тебя есть такие деньги. Он говорит, а где они тогда? Я говорю, Сереж, ну, вот на этот вопрос, блин, я уже, наверное, ответить не смогу. Но вы не бабухи, что, обсуждали все это? Да, он еще не бухает. А, ну да, точно. Вот. Как будто есть, да, вопрос, который надо решить какой-то? Надо решить какой-то вопрос, я не знаю, надо найти мне финансово грамотного человека, который за половину... Да не, 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 не усложняй. Мне хотя бы поверь, я тебе все посчитал. Да, 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 просто поверь позу. Да нет, я верю, я верю, но я не понимаю, где они. Я не мог столько потратить денег. Так, хорошо, а как ты живешь в целом? А давайте, да, вот как ты живешь в целом? Мы недавно на тревел-шоу договорились. Мы всегда договариваемся. То есть, когда ты один, да вообще живи как хочешь. Но когда команда и коллектив, и когда вас даже не четверо, а еще целая съемочная группа ездит, и мы договариваемся в 9 утра в выезд, например, из гостиницы на площадку. Ехать там долго, просят без опозданий, вовремя выйти. В 9 утра, когда мы все должны усидеть в машине, Сережа берет телефон, смотрит, думает, ой, как рано. Пишет нашему администратору, а давайте, говорит, мы закажем еще одну машину, я ее оплачу. Автобус. Автобус, то есть даже не такси, то есть, ну, это еще дорогую машину, которая поедет далеко, и надо возвращаться. Не мини-вэн. Мини-вэн. Мини-вэн, да, но на сутки. Я, говорит, ее оплачу, чтобы еще поспать. А таких же дней в году 365. А про это всего 8. Нет, ну смотри, мы как привыкли ездить. Вот у нас, когда гастролим, мы заказываем мини-вэн, и в нем, когда нам надо поспать, мы ложимся, занимая там 3 места. Арс последний всегда сидит, вот, он растягивается там, я на предпоследнем сидении, и прям растягиваюсь и комфортно. А тут мы 3 дня ездим толпой в 13 человек, где вот так все сидят. Я думаю, блин, да в чем проблема, почему мы не можем взять 2 машины, чтобы мы продолжали вот так. Почему ты потратил деньги, это понятно. Вот так спать. Это я один пример привел. Второй пример. Ему надо вылетать на гастроли. Он знает время вылета, знает, что самолет не ждет, потому что в самолете сидят другие люди. Он сидит, думает так, я доеду до аэропорта за 13 минут, когда весь город стоит и едет минимум часом. Он говорит, я доеду за 13 минут, вызывает такси. Всю дорогу в общей переписке нам ругается, что он опаздывает, потому что таксист козел, не едет так, как он. И потом говорит, да ладно, куплю себе новый билет. Покупай себе новый билет. Или, например, едем мы в Петрозаводск. Все выезжают на поезде. Он думает, он соглашается, мы же всю логистику согласовываем. Соглашается, все так. Потом едет и думает, что ты долго в поезде ехал? Куплю себе билет, долечу до Питера. Оттуда там как-то тоже куплю билет, долечу дальше. Нет, я просто... Ты тратишь деньги на комфорт просто. Они поехали на поезде. Я думаю, зачем ехать в Петрозаводск на поезде сутки? Когда можно полтора часа долететь до Москвы, и оттуда шесть часов ехать до Петрозаводск. Ты почему-то меняешь билет? Понятно. Почему ты изначально про это не думаешь? Непонятно. Ну, потому что я думаю, как все. А вы все выбираете какой-то дурацкий маршрут. Меня еще веселись, что он покупает машины всегда с фразой, что я ее выгоднее продам. Но я ни разу не видел, чтобы он продал машину. Их уже шесть. Их шесть. То есть, когда будет эта выгодная продажа, я покрою эту тетрадку. Он говорит, это только дорожает, эту я сейчас вот так и делаю продам. О, шесть проектов ты посчитал. Шесть машин. Стоят в горжаве. Стоят в горжаве. А я расскажу. И мама попросила отвезти в соседний город. Это моя последняя история, ты все поймешь, Карен. Отвези меня в соседний город. Да какой в соседний? Ну, она в Краснодаре, она собиралась сюда ехать и потом в Питер. Ну да. Ну, то есть, можно придумать любой какой-то трансфер. Сережа что делает? Он заходит на вторую и покупает машину под это дело. Он просто зашел, купил тачку специально под мероприятие. Но это он правда продал. Нет, дело в том, что у меня все тачки были на доработках. Вот. У меня не было машины на колуле. Ну, потому что я отдал там финик покрасить, Каен, там салон перешивали. Ну, и вот у меня все. А мне надо было машину, на которой комфортно довезти маму. Да, я купил ножки в один. Какой? Маму, аудио 3, очень классная тачка. Вот я выгодно ее очень купил. За те же деньги продал другу просто вот я... Получается, по дороге. Нет, по дороге еще коробку починил. И задумился. Действительно выгодно. Что у вас сейчас происходит? Так, что происходит? У вас сейчас каждый день какие-то технички, какие-то новые форматы. Да, как же. Но вчера мы сняли джем. Мы сняли новый проект. Вообще на новый. Все готовят мы с ним. В новое сообщество ВКонтакте. Да, проект называется джем. Это большущая такое... Как это назвать даже? Комьюнити. Комьюнити. Инпровизационная комьюнити. На что это похоже? На величие. Это отдаленно может кому-то напомнить. Квинн, Битлз, знаешь? Вот они даже не рядом. Нет, это если их объединить. Правда, это такой микс с импровизацией и импровизацией команды. То есть все участники этих шоу? Да, похоже на проект импровизация команды, который когда-то шел, да. Как поздравить бабушку с днем рождения, чтобы она не нажелала тебе в ответ еще больше? Скажите, пожалуйста, вот этот переезд в ВК, как вам дался с точки зрения, ну, знаешь, вот этого давления, потому что люди, где ты постишь в сообществе историю о том, что вышло какое-то шоу в ВК... ВКонтакте. И тут же сообщение о том, что понятно, отписка и вот прочее. Вот он сейчас сказал, понятно, отписка, а на следующий день, ладно, приписка, понимаешь? Вот они все такие. А это именно так называется, приписка отписка. У всех, кто подписан, у всех есть приписное удостоверение. Ну, куда-нибудь, ну, вот куда-нибудь. Так, а что, ну, мы делаем развлекательный контент. Странно нам предъявлять, что вы с одной площадки развлекательного контента ушли на другую площадку развлекательного контента. Я понимаю, когда это предъявляют людям, которые, ну, действительно, наверное, им важно оставаться там супернезависимыми, острыми. А мы-то что, шутки шутим? Ну, мы на ТНТ были, теперь на СТС. Это, если что, тоже имеет отношение к государству. Да. Вы понимаете этот хейт? По поводу ВКонтакте? Слушай, а мы же еще особо с ним не столкнулись. У нас же, видишь, мы какие ребята. Нас всегда забывают. Поэтому пока все хейтили, мы такие... Ну, реально, мы вот не ощутили, что нас прям сильно хейтили за этот переход. Ну, да мы не заметили. Мы перешли и перешли. Ну, какая разница? Мы делали то, что делаем. А куда это отправляют? На какую площадку выкладывают? Ну, мы же это отправляем. Серьез даже и не знал. По почте отправляют. Видеокассеты мы отправляем по почте, они там куда-то... Зрители иногда пишут о том, что вот вы не дали нам выбор площадки. Что вот вы там выбрали площадку и что мы должны... Это странно. Мы же не должны давать людям выбор. Мы говорим, у нас есть контент. Вот. Хотите, смотрите. Не хотите, не смотрите. Он будет сейчас лежать здесь. Все. Кто хочет, идет, берет. Правильно же я говорю? Ну, а фильм, когда выходит на каком-нибудь сервисе и не выходит на другом? Ну, никто же не догадывался. Например, да. Могли бы выложить YouTube. Абсолютно. Если бы... Просто принесите... У нас даже, знаешь, как бывает? Мы приезжаем с гастролями, например, в Казань. Она говорит, а что они в набережные Челны? Или какой-нибудь населенный пункт рядом с Казани. И уже даже такое было. А почему вы не приезжаете, например, на... Назовите мне какую-нибудь окраину Москвы. Люберцы. Да. А что вы в Люберцы не приезжаете с концового? В какой-то момент скажут, вы не можете в подъезде на площадке наступать? Я вот так вот тапком толкну дверь, вот так вот посмотрю. Зайдет, не зайдет. Не, я, кстати, я бы еще, наверное, понимал, если бы мы, допустим, платно начали свой контент распространять, тогда логичная была бы предъява, что вот мы раньше смотрели бесплатно, а теперь нужно платить. Но когда мы точно так же бесплатно даем возможность его смотреть... Ну... Да, это так звучит. Мы даем возможность смотреть наш контент. Я дарю вам свой талант. Пожалуйста. Я ради вас рискую жизнью. И я не могу пройти в самолет. Вы сами какие-то шоу смотрели на ютубе, которые перекочевали в ВК? У нас же весь продакшн перешел в ВКонтакте, поэтому все шоу Medium Quality, которые мы смотрели, в которых мы снимались, они теперь на другой платформе. Да, я драчки смотрел. А мы... Драчки? Драчки. 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 Какие драчки-то смотрели? Ну, там мужчин били друг друга, я смотрел. Как называется эта борьба? Кулачная борьба. Кук-бару. Какая? Кук-бару. Мы же хотим в кук-бару. Кук-бару. Где голые мужики обмазаны маслом? Нет, они не голые, но тоже не перегибай. У них повязки. Так вот не драчки, а кук-бару. Смотрел. Что ты говорил, что-то важно. Ничего, что мы даже уже несколько раз снимались в известных всем форматах, которые теперь будут ВКонтакте, и поэтому... Но площадка продолжает работать на YouTube. Ну, спортивная площадка, да. Почему? Спортивная площадка из-за буков. Ну, это отдельный контракт, да, это же абсолютно канал, который существует в содружестве с букмекером, поэтому такие договоренности. Ну, смотри, там отдельная договоренность, отдельный контракт, что мы производим контент, он весь про спорт, есть какие-то там единицы контента, которые проданы, мы его продолжаем делать там, где делали. Поэтому тут же чуть-чуть разные истории, потому что на YouTube все, что мы делали, мы просто туда продавали интеграции. Не было никаких обязательств, ни перед кем таких длительных. А тут чуть другая история. Например, площадка Плюс, где выходит там тот же контент, но не про спорт, она точно так же перекочевала. Скажите, что с YouTube-каналами, которые у вас уже есть, у вас есть канал Импроком. Канал Импроком, канал Шастун. Канал Шастун. И там, на канале Шастун, что-то выходит, по-моему. А мы... Месяца полтора-два назад что-то выходило. Слушай, да, ну что-то выходи. А, нет, на канал Импроком у нас... Истории выходили. Истории выходили. Ася Вадим, Соня, Костя. Костя, кажется? Как будто песню спел. Ну, давайте еще раз закрепим. Костя, Соня, Вадим, Ася. Даже еще там неделю назад, по-моему, выходили. Да, да, да. Дело в том, что это история старая. Старая история, да. Дело в том, что раньше, еще давным-давно была... Она и сейчас есть, платформа, которая называется The Hole. И мы там какое-то время у нас были предпремьеры. За пять дней до YouTube выкладывалось туда, по-моему, весь наш контент выкладывался туда. А истории там были на эксклюзиве. А, истории вообще там не было эксклюзиве. Их не было в YouTube, да. Вот, и вот этот период, пока истории были на эксклюзиве на The Hole, они не выходили на YouTube. И сейчас, когда этот переход перешел, мы выкладываем на YouTube вот те старые истории из The Hole, которые там выходили на эксклюзиве. По-моему, кстати, они закончились. По-моему, да. И что будет дальше? Будет тишина на этих каналах? Ну, мы на этих каналах, ну, пока да. У нас там выходят какие-то просто тизеры, где мы собираем какую-то нарезку из новых выпусков. Ну, это не контент. Это реклама, да. Да, 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 реклама того. А что делать там? Ну, просто план там в моем случае там 500 с чем-то тысяч. Это очень много для меня. Но у вас там больше трех миллионов подписчиков получается на этих каналах. Да, у нас столько подписчиков. Это очень много. С двух этих каналов. Три миллиона человек, которые на вас подписались. Ну, да. Что им делать? Ну, как что им делать? Ну, я думаю, огромное количество из них подписалось и ВКонтакте просто на наше сообщество. Ну, эти каналы просто существуют. Удалять их нет смысла, я думаю. Сто процентов. Ну, конечно. Ну, и тем более этот, то есть вот наш контракт с ВК, и он же... С ВКонтакте. Контракт с ВКонтакте наш. Скорее всего, после этого интервью только у Сережи останется. Этот контракт с ВКонтакте, он подписан, он когда-то, возможно, закончится, например. Или, не знаю, будут его продлевать, не будут и так далее. И, возможно, вернемся ли мы на Ютуб, возможно, когда-то вернемся. Ну, то есть удалять и закрывать эти каналы точно нет никакого смысла. Пока они просто стоят. И нет смысла отписываться. Ты себя позиционируешь как актер, а не как комик, юморист. Почему? Ты считаешь быть актером круче? Во-первых, это аутотренинг. Аутотренинг. Вот, когда я говорю, что я актер, и мне кажется, я им по чуть-чуть становлюсь. Ну, нет, это, знаешь, затянувшийся снова прикол, вот. Но как будто бы он дает свои плоды. Знаешь, когда нет-нет-нет-нет-нет, и раз в году, в один день поставили четыре, как называется, ну, кастинга, да, четыре кастинга. Четыре проекта в один день. Вот, я думал, что я сойду с ума. Ну, понятно, что мы их подгадывали, чтобы с моим приездом в Москву совместить, чтобы специально там не покупать билеты отдельно, не приезжать там на... Что за проекты? На два часа. Один был в... Сейчас я их все назову потихонечку. Один, это сериал «Фарма», еще не знаю, где будет выходить, но забегая вперед, скажу, что я туда кастинг прошел, но мне удалось договориться на самопробы, чтобы не в этот же день проходить, а я прислал туда видео, и они меня утвердили по самопробам. Вот. Но второй раз забегая вперед, ничего не получилось, потому что из-за того, что не мог им дать съемочные дни, они взяли другого типа человека. Типа, насколько я занят, да, что я не могу. Второй проект, я не буду его тебе называть, в смысле, назову, если хочешь, не на камеру. Дело в том, что меня туда тоже утвердили. Надеюсь, здесь нет, но... Сейчас, подожди, сейчас я скажу, какой там был. А, за него, собственно, я и топил. Я туда хотел пройти, все там получилось, и они меня утвердили. Пока не называю, вот. Я надеюсь, что там все получится, потому что на любом этапе может пойти что-то не так. Не знаю, там, заболею, еще что-нибудь и еще... Это очень круто, я за тебя рад. Скажи, пожалуйста, может быть такое, что ты будешь сливаться от концертов, импровизации, в угоду съемку... Нет, если у меня стоят даты, то я их не трогаю. Собственно, поэтому я и не попал в фарму. А в фарме 15 съемочных дней. Для любого артиста, кто, собственно, в этом варится, он скажет, что нифига ты... В смысле ты отказался от 15 дней, потому что у тебя было там... Типа это не так много? Нет, наоборот, много. А, 15 много? Ну, для актера, особенно в полном метре, достаточно, не знаю, и пяти дней. Класс, это значит, какая-то все равно нормальная роль. Вот, это два я назвал, да? Ну, секретный, фарма. Третий это фильм, посвященный 25-летию фильмы группе Иванушек. Я вначале подумал, что и кого вы хотите, чтобы я там играл? А оказалось, что это около... Это такая больше для фанатов-поклонников, то есть это около группы происходят события, но вот, то есть там по сюжету... Блин, даже не могу... Я ничего не подписывал, но, наверное, не могу сюжет рассказывать, будет некрасиво. Окей, да. Но это такая околофанатская история, мне понравилось, и там у меня была роль, я там вообще еще и на мотоцикле должен был ехать. Я ко всему этому был готов. Что значит должен был? Ну, там персонаж, он вводит мотоцикл. Ты еще не снимался в этом? Нет, еще, кстати, не пришел ответ, но думаю, что уже не придет, уже давно. В мае были пробы, наверное, ничего не получится. И четвертый? А четвертый, это как раз, кстати, я начал говорить про то, что я всем говорю, актер, актер, актер. Зрители импровизации, как оказались, стали продюсерами какого-то там фильма и на пилотный сериал, на главную роль, пригласили меня. Утвердили в этот же день, когда было. То есть у меня был вот этот точечный этот, был 3 из 4, да, 75% успеха. Вот. Они меня утвердили, им понравилось. В выбранные ими даты, предложенные, я попадал, я сказал, что я до 25-го там июня могу, после никак не могу. И они сказали, у них там по каким-то техническим причинам все сдвигается и залезли на мои даты там с 25-го там по 7-го, я был занят. Я говорю, ну я, к сожалению, не могу. Я там пообещал, там вообще не связано с фильмами. Любой актер сказал, да пофиг, я тоже это убираю. Но я так не могу, потому что по закону подлости, по закону Мерфи, да, как он, я сейчас, у меня переход на этот период. Ты откажешься, там сольется и это. Да-да-да, это все, это в кино это ненадежно. Надо чего-то оттолкнуться. Давайте вернемся назад, в момент, когда вы все познакомились. Прекрасные времена. Прекрасные времена? Блин, у меня есть такое, что по щелчку ты какое-то вставляешь видео, где мы вот такие заходим. Знакомитесь. На дрожащих ногах еще такие. Кто-то импровизировал из вас в Воронеже, кто-то в Санкт-Петербурге, и вот вы собрались, и вас объединил Слава. И кто-то в Армении. Естественно. Да, но не я, я не знаю. В Армении наверняка. Да, Слава, Слава, да, нас объединил. Как это было? Как он вам рассказывал друг про друга? Да, кстати, никак. Мы приехали к нему нашей воронежской частью и договорились, что что-то попробуем делать. Потом нам позвонили, сказали, когда приезжать, а буквально за пару дней, это вот я про наше расскажу, за пару дней, когда надо было уже ехать, он как-то вот так вот в разговоре сказал, а в том числе пацаны вот из Питера, из театра сразу приезжают. Ваша реакция первая? Ну все, билеты куплены, пусть приезжают. Что делать? Я знал очень шапошно Серегу, как и сейчас, кстати. Мы встретились за пару месяцев до Арса, я вообще никогда не знал. Никогда не знал. Ты не смотрел МТВ, вот эти вот длинные волосы. Она здесь. В клубе. Нет, я Серегу знал только по смеху без правил и по убойной лиге. Гопота Ивановская. Я не гопота, да это мое. Может еще почку отдать? Я там был, как кого-то. Я знаю. Какие вылечки. Ну, у меня это. Не показывали. Не, не, ну я помнил, а, дуэт, как пластилин. Дуэт пластилина, вот что-то такое. Да, нам правда, но мы когда занимались этим в Воронеже, мы, конечно, мониторили, кто вообще это делает еще. Тогда было очень сильно проще мониторить. Было полтора контента потери. Четыре коллектива было в России, ну, нам известных, которые занимались импровизацией. Прямо четыре? Четыре, да. Театр 05, театр, как этот? No Brain No Brain из Москвы. Да, из Москвы. Мы и вы. Вот четыре. И у нас Стас, когда мы еще в Воронеже жили, он старался следить за всем. Он нам рассказывал, что есть вот в Питере два театра, но, опять же, да, там не было такого, что можно было зайти и посмотреть кучу выступлений там пацанов. Ну, такие нормальные концерты, ну, как, где можно было чуть-чуть хоть заработать, были у пацанов и у нас. Потому что здесь собирались маленькие какие-то такие очень компактные залы и No Brain Нет, Театр 05 тоже собирались в маленьких залах. Так, объясните, пожалуйста, как у вас вообще возникла вот эта идея? Почему именно вот формат, что это вообще за жанр такой? Ну, импровизационный. Ой. Я имею в виду, что понятен жанр, да, там, миниатюр, понятен жанр, там, стендап-комедии, но вы вдруг решили когда-то уйти вот в эту историю импровизационную. Не очевидный выбор. как будто есть... Максимально не очевидный. Ну да. Наоборот очевидный. Да? Все есть. Ничего не надо делать. Не надо писать. Ты просто не играл в КВН. Да. Мы, когда уходили в импровизацию, мы вообще не понимали, что это значит, если ты не пишешь шутки заранее, и что значит, шутить просто, выходить и шутить. Более того, мы с поздом, когда мы только-только в Воронеже начинали это делать, мы были абсолютно убеждены, что мы смотрели один единственный референс, это известная передача, «Use Line is the Tenny Way», такая американская программа, она до сих пор идет по американскому телевидению. Это, по сути, такой флагман, импровизация, короткой формы. Главная передача в мире. Да во всем мире, наверное. Ну, наверное, да. И мы, когда смотрели эту программу, и потом даже, когда вместе мы собрались и что-то смотрели, мы были, ну, убеждены, ну, не на сто, но на девяносто процентов, что они что-то прописывают. То есть мы были абсолютно в этом уверены. Самое главное, что мне эта передача еще и не нравится. Меня вообще... Я просто потому, что очень подрывной, и когда пацаны говорят, давай что-то делать, я делаю, а в целом мне эта передача до сих пор не нравится. Кстати, пацаны, что же злайна за это не могу? Она меня не смешит вообще. А вот ты и ты, расскажите, а вы как вообще, кто вам сказал, что есть такая импровидная, ну, вот, жанр такой? Не, ну, у нас есть стас, да, же. Не, ну, мы-то начинали не так. Мы начали... Он работал арт-директором в клубе. Он это стас? Да. Мы познакомились там в какой-то момент, он делал разные там вечеринки. Я туда пришел однажды вот участвовать в какой-то из вечеринок. Мы так познакомились. После этого, спустя какое-то время... В какой роли? Там была какая-то у него передача, ну, не передача, больше ломаного пылесоса. Про какой-то караоке, типа. А у нас был чувак, который поет в команде КВН, а я с ним пришел, ну, стас говорит, там, надо еще шутить. И вот чувак меня взял с собой. Я сидел там, что-то шутил, он пел. Ну, у стаса разные вот такие форматы происходили в клубе. А потом, спустя какое-то время... Монгольские ученые, вы... Ну, вот типа того, да. Но там стас, он постоянно что-то серфил, находил какие-то западные форматы, и это караоке тоже откуда-то вот он там что-то нашел и пытался сделать. Ну, продавал, соответственно, в клуб просто билеты на это шоу. А потом, спустя, не знаю, пару лет мы списались, я бросил играть в КВН, он пишет, давай встретимся, может, что-то подумаем. Мы пришли в этот клуб. Он, соответственно, продолжал придумывать какие-то вечеринки, чтобы наполнять вообще программу этого клуба. И он говорит, давай делать что-то юмористическое, но такое полуимпровизационное. Я такой, типа, а как мы это будем делать? И это начиналось вообще не так, как это сейчас выглядит. То есть это была часть прописанных каких-то шуток, а потом какие-то конкурсы, знаешь, в которых, ну, в том числе, можно было весело шутить. А потом это как-то набирало-набирало обороты, и в какой-то момент он нашел вот эту самую передачу Who's the Line из It Any Way и говорит, а, оказывается, импровизация это целый вообще жанр, и есть спортивная импровизация, есть школа импровизации, есть вот эта передача, как вершина этого айсберга. Начал что-то читать, изучать, он еще английский, и, слава богу, знает. Слава богу. Иначе ничего не получилось. Ты прикинь. Вот. Начал нам показывать. И постепенно это все переросло вот уже в то, что есть сейчас. Это как в фильме «Эффект бабочки». Чтобы Стас прогулял один урок английского, в какой-то момент открывает ноутбук, там Who's the Line из It Any Way закрывает ноутбук и титры, блядь. Ни сублитров, ничего не было. Он так открывал компьютер, а ничего-то делать, он нажимал паузу, ну вы понимаете, если мы не понимали, он убил. Вот и дальше, и постепенно, да, это стало обретать уже форму. А у вас же на концертах был на разогреве лысый мужик пел. В том числе. А там, ну не помнилось, зачем это вспомнил? А я в том плане, что если бы Стас не выучил английский, возможно, сейчас у вас было бы то же самое караоке с лысым мужиком. Он бы считал, это не популярный. Все правда спонтанно начиналось, то есть не было никакой задачи. Уже потом, когда мы перешли на театральную площадку, поняли, что люди собираются, их это смешит. Мы стали там думать о том, что, а может быть, это куда-то. А так это началось просто в клубе, там 80 билетов, у меня полно людей в контакте, с которыми моя переписка заканчивается. Йоу, в следующую субботу спорный вопрос. Есть пару билетиков, а на самом деле их было 76 на тот момент. И все, у меня вот переписка, то есть у меня несколько таких сообщений в разную дату и просто заканчивается. Некоторые, когда мы уже попали там в телевизор, писали, о, поздравляю, я вижу прошлое сообщение. Йоу, приходи на спорный вопрос. Вам знакомо ощущение, когда в Мерседесе лопается кожа на кожаном сиденье? Вам знакомо чувство, когда вы вышли из дома и забыли Ксима. И вы никто. Если мы получали 2000 в конце, это было вообще, ну, каждый, я имею ввиду, это было вау. Это просто разнос. 2000 рекорд. Вы больше получали? Ну да, Серега когда сказал, что мы монетизировали это, вот у 0,5 и у московской команды у них был заработок вот этой донации, да, какая-то купюра-то. Ну, в основном 10 рублей, конечно. Вот, у нас мы выступали в Чаплинн-Холле. 1000 рублей стоил билет. На непонятно кого вообще. Ничего себе. И там, ну, человек 80-100 собиралось. У нас не было пустых мест. Там просто площадка странная. 120 человек, это, типа, полная посадка вообще уже, где-то, где-то там за углом. Они просто знают, что мы где-то там. Это вы понтуетесь, когда это уже, вы были молодцы. Не, не, не. Мы когда были молодцы, мы этот театр собирали. Не, они говорят, что они сразу. Нет, короче, это еще было до... Первая площадка, это подвал бродячей собаки. Мы туда... Мы туда пришли. Это Фитерит. Это он перечислил место и зрителей. Нет, Фитерит, это культовое место. Подвал бродячей собаки. Бродячей собаки, я играю в суфлю. И наш первый... Первый концерт был там и после концерта к нам подошла там женщина управляющая говорит, ну, ребят, наверное, и больше не надо. Вот, это какой-то театральный между собой. Да, ваши пальцы не пахнут ладаном. Вас выгнали из бродячих собак. Если будут снимать этот боепик, я представляю, это неодовую вывеску. Нас хотя бы в филармонию не пустили. Вас избраняют. А мы потом перешли на другую площадку, где уже было побольше людей. Наверное, человек 100 собиралось. Это... Роси? Да, клуб Зодчего Роси. Вот. Там... Зодчего Роси. Мы со Смирнягой там были. Он рассказал, что там была какая-то... Там были стендап-вечеринки. Была какая-то стриптизер. Нет, это была... Обзял смирнягу. Короче, до 11 там был типа клуб, где проходили стендапы, там импровизация, еще что-то, какие-то камеди. Вот. А потом это превращалось в обычный клуб, где были стриптизерши. Да. То есть мы заканчивали, стриптизерши уже приходили переодеваться, ждали, когда мы переодевались в одной этой гримерке. Вот. И стрелка, сидели, ждали, когда мы закончим. По поводу КВН. Вы знали, что такое писать в целом? Да, вы играли. Почему я об этом спрашиваю? Потому что это стало таким камнем преткновения, что не все умеют писать или не все писали камнем преткновения в вашем участии в игре. Ты рассказывал о том, что, ну, когда поняли, что КВН играли только вдвоем, поняли, что вам это нахрен не нужно втроем писать. Втроем, Серега, ты тоже играл. Да, что тогда? Дело в том, что когда из-за него все. Я отговаривал. Он не играл. На самом деле, когда нам действительно был разговор о том, что не хотите ли вы поучаствовать в игре, откуда этот разговор пришел? Кто предложил? Ну, вообще, это Слава, конечно, славен инициативу, потому что это его проект был. Вот, но... Комиссарниками. Было, знаешь, как не было такого прям предложения, типа, пацаны, идите. Просто мы сидели где-то после каких-то съемок, команд даже, и просто вот обсуждали, о, играя, играя, как-то зашел разговор, может быть, что-то типа, подумаем как-то. Вот, и мы просто пришли к выводу, что нас просто, к сожалению, нет на это времени. Вообще, на тот момент уже у нас был... Уже на тот момент у нас была дикая загруженность, и было два YouTube-канала, на которые мы регулярно снимали контент, было две телевизионные передачи, и мы просто поняли, что если это делать, то надо делать это хорошо, надо садиться. Мы еще такие... Ну, понятно, что Арстам не играл, и там что-то писать, может быть, ему сложнее, чем нам троим, но мы сразу поняли, что если и делать это, если и писать, то делать это самим. Ну, то есть, понятно, что есть авторские группы, которые могут там что-то придумать, но все равно хочется, если уж это делать, то придумывать все вот именно вот таким составом. Мы столько лет бежали от написания шуток, нашли эту, вообще, этот Грааль, священный юмор, когда можно снимать огромное количество контента, не готовясь к нему, и тут вдруг писать, ну ничего себе. у меня самая большая проблема, это не написать, а запомнить. Ну, у меня большие проблемы с памятью. И мы даже, вот у нас есть игра, где мне нужно запомнить три фразы, там, не знаю, кого-то веселишь. Три, где проснулись, кого встретили, что делали, и все, я пока запоминаю, что делали, забыл, где встретились. Я думаю, что если бы мы там участвовали, мы бы все равно придумывали некий ход с импровизацией, потому что странно. Ну, логично, ходить в этом, ну да, ваша визита, конечно. Ну, а потом мы как-то так ходили, что-то мялись, мялись, а там и все, и закрылся. Места не осталось. А, закрылся. Да. А потом мы и закрылись. Арс, тебе не было? Схлопнулось. Арс, тебе не было интересно? В игре? Да. Нет. Какой лаконичный ответ. У меня что-то кто-то спросил, ты будешь? могу. Ну, они говорят, описать будешь? Я говорю, нет. Ты все, у меня что-то, у меня как-то все, как-то меня все это обошло стороной. Я не принимал каких-то решений судьбоносных. Меня когда Тина спросила, что, закрываем? Я говорю, да. Могу. Он сказал, могу. Можно, можно. Арс, наверное, закрываемся. Можем, можем. Есть одна тема. Есть еще много запросов в интернете про тебя на тему того, что случилось с Дмитрием Позовым, что с бровями, что с волосами. Слушай, а я просто, это вообще очень забавно. Я в какой-то момент психанул, побрился на лысо, а люди испугались. А брови? А брови? Вот что с ними? Вот они. Вот. Что с ними? Слушай, ну, во-первых, люди пишут о том, что как будто у тебя нет бровей в какой-то момент не было. Но сейчас давай смотреть. Нет, видишь, здесь как будто... Ну, их мало, типа ты имеешь? Нет, как будто ты выщипал. Нет, нет. Смотри, я, во-первых, ну, как ты видишь, белею. Поэтому я думаю, что и брови, если присмотреться, сильно тоже белеют и становятся не такими ярко выраженными, наверное. Возможно, это еще какая-нибудь фотография, знаешь, не знаю, там летом может. Ну, я не понимаю. Я ничего не делал с бровями. Последняя вообще часть моего тела, о которой я подумаю, это брови. Я просто побрился на лысо. Люди, наверное, решили, посмотрев на меня, что не может человек в здравом уме придумать так выглядеть. Наверное, что-то случилось. Ну, мы понимаем, о чем речь. Поэтому я вообще не понимаю. А дальше, я думаю, это, знаешь, все работает как, ну, сейчас такое время. Знаешь, любой прикол может разрастаться, масштабироваться. Кто-то где-то ляпнул, кто-то за это зацепился, несколько раз вбили в поиск, это стало подкидываться выше. с тобой все в порядке. Ну, я надеюсь, но нет, то, что я брился на лысо, это просто мое решение. Все, ничем не болен. Почему психанул? Ты закомплексовал или что? Не, ну, я, это было лето, и мы, я помню, были на Евродоме очень долго, это было, да, пару лет назад, и уже там что-то пошли разговоры, там несколько раз мы на спор пытались эту тему развить, что там, если что, я побреюсь на лысо. И да, я не скрываю, я начал лысеть, и в какой-то момент я думаю, так может, ну, эту борьбу надо на опережение в этой борьбе сработать. Все, ну, я решил попробовать, то есть, я подумал, но вот если... Так, слушай, блин, это нормально, люди лысеют, что, все лысеют. нет, я просто решил, что я хочу, это отличный повод попробовать быть лысым. Но ты не думал про пересадку? Да, слушай, я смотрю на людей, которые по пересадиванию. Он белый сделал. Ну, он там что себе сделал, не знаю, вот так вот, блядь, три волоса пересадил. Все, кто основательно пересаживает, это странно. Слуцкий. Ну, надо, вот я его скоро увижу, на съемке он к нам собирается, надо посмотреть. Ну, вообще, все, кто вот рядом, из там пацанов, кто гонял, я так смотрю, ну, наверное, стал чуть лучше. По поводу всего, вся эта история, это длится уже около 10 лет. Что? Больше 10 лет, вы вместе. вместе 10, как раз. В 13-м году был первый пилот занят. Мы вместе. 13. Ну, да, получается. Плюс 3 года? Да, плюс 3 года. А, вы так мало друг друга знали. Анто. Мы здесь, 10 лет. Ты понимаешь, что это выпуск через десятилетие импровизации? Именно так ты кликабельно напишешь. Вы уже вот в этой категории людей. Знаешь, 10 лет до сцене. Скоро табличку подпишем открытый с 1813 года. Синс. Да, да, да. Сколько раз за это время вы срались так, что думали, ну, в целом, ну, продолжение разбегать. Да. А мне кажется, это феноменально, вот что еще. Но именно вот так вот мы, наверное, ни разу не ругались. Мне кажется, что такое могло быть до начала передачи. Мы правда ругались. И правда, наверное, могло быть такое, что мы, может быть, подумали бы, да и все. Очень тяжело притирались. Да, притирались недолго и трудно. И у пацанов все хорошо получалось. И у нас. Но у нас немного разные подходы были ко всему этому. И вот... В чем разница? Объясни. Не знаю, просто мы даже играли игры одни и те же, но чуть-чуть по-разному. Не, они не по-разному. Мы играли даже одинаково, но просто названия игр были разные. Вот просто названия. И мы вот могли просто на этой теме просто весь день провести и говорить, да и брат, суфлер, классное название. Нет, не классное. Вот у нас классное. Да, мы же, если приехали все по одному, наверное, даже бы проще было. Мы приехали, получается, с нашей стороны три человека. И с их стороны три человека. И плюс еще Стас. И как будто бы есть тут костяк, есть тут костяк. И эти два коллектива должны стать одним. И борьба идет бесконечная. То есть за место под солнцем, за внимание. А состояние было у всех одинаковое. Мы думали, что они лохи. Ни хера не понимают. А они думали то же самое про нас. Мы, кстати, так не думали. Да ты до сих пор так думаешь. Что вы лохи? Сейчас, может, ты и прав. реально очень-очень долго притирались. Но, конечно, когда нам сказали, что все, пацаны, типа будем снимать, мы обрадовались все и думали, блин, ну вместе давайте, давайте. Мне кажется, вот после того, как вышла передача, не было даже близко такого, чтобы мы могли, знаешь, вот так поругаться, чтобы разойтись. Ну, я не припомню. Не, ну, он распоялся же еще Стас, как просто наш рефери. да, все стало, как будто на своем утащили. И он говорит, давайте вот так. Максимум, что могло произойти, да, это Арсман, побить меня прямо во время съемок. Ну да, ну чтобы они расходились. Не, смотрите, вы все... Он настолько бескребетный, что оставался рядом. Вы все выглядите очень дружелюбными людьми со стороны. Я не знаю, какие вы в коллективе максимум на съемках расыгрались. Но у вас были какие-то прям жесткие конфликты? Да были, конечно, ну что? Да были, да, ну что? Живые люди, мы 10 лет вместе. Давай так, видим друг друга. Начнем. Просто после этого страстный секс. Ты сам все это делаешь. Ты сам? Ты постоянно. И мы постоянно об этом говорим, Карет, постоянно. Их, привет, мне надо ее. Привет, Икс. Девчонки из Икса, привет. Так, блин, это реально звучит теперь как порно-сайт. Это вообще согласие. Девчонки из Икса, привет. Давай начнем плавно. Кто-то посылал, ну, не в прикол друг друга на... Да, Нет, был, если ты спрашиваешь, тебе нужна какая-то такая история, я помню один эпизод, когда, по-моему, вы вдвоем чуть не... Да, было. Это было. Да. Я бы с удовольствием рассказал, если бы помнил. Я тоже не помню почему. Я сомневаюсь, что пост помнит. Нет, я помню, я помню, что был момент, когда вот уже этот накал, знаешь, до предела, мы, наверное, уже второй пилот наш не приняли. И уже, знаешь, то есть, из-за него... Вначале мы, может быть, притирались еще такие, но мы к чему-то идем, а тут уже, кажется, ничего не получилось, и все это валится вообще. Естественно, в голове ты пытаешься обвинить всех, кроме себя, что, ну, не получается, второй пилот не приняли, мечта улетает, наверное, это из-за них, они, наверное, думают, это из-за вас. И я вот помню момент, что мы сидим в офисе, такая большая какая-то была комната, что-то очень долго спорим, 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 а этот козел просто на кресле, но это до сих пор меня бесит, он просто в кресле офисном, катается по офису. То есть, мы сидим там, очень серьезно, что-то обсуждаем, он своими маленькими ножками туда проехал, сюда, ему, что мы говорим, это еще шумно, в паркете. И потом в какой-то момент, самый, наверное, уже накалистый, он говорит, все, я пошел, у меня дела. То есть, поездил на стуль, говорит, все, я пошел, у меня дела. Но я, такое могло бы, но я, честно, я в этот момент подумал, но вот, а что если вы? Ну вот, чем кататься перестанет? Вот мне кажется, в тот день я был, правда, на грани, но это было, я думаю, что уже просто общая, единичная, вот я только этот случай. Я помню, шаст закипел, вот это было, он вообще, он такой, он прям орал, вот тут, вот в это, вот уже мы здесь были, я, ну опять же на тебя, я забываю вовремя просыпаться еще, вот, и поэтому иногда опаздываю, и вот я, что-то, это не здесь был, здесь, 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 да? Я приехал, опоздал, вот. Не, ну опоздание, чтобы вы понимали, это не 10 минут, это прям, ну полчаса, полтора. Нет, ну не полтора, нет, тогда было где-то, где-то на полчаса я опоздал, и в какой-то момент высказал свое мнение, которое шасте не очень понравилось. Не о чем. Блин, странно, что все конфликты связаны, Сережа у нас в коллективе. Мы что-то опять обсуждали, обсуждали, к чему-то там приходили, пытались что-то придумать, что-ли, вот, я говорю, что типа, может быть, я сказал, что да, ну, как обычно, я часто так говорю, вот, и тут шаст, как взорвался, бля, я его таким никогда не видел, он прям матом орал, говорил, ты, вовремя, не приходишь, ты опаздываешь, мы тут сидим, думаем, работаем, запомнил слово в слово. А, говорит, вот это, конечно, я не помню, о чем была речь, но знаешь, вот, у меня какая история, я мстительный, и я не помню, за что я обижаюсь, что конкретно сделал человек, но помню, что что-то плохое, и у меня к нему такое отношение, негативное, вот, ну, к шасту не может быть негативно, посмотри на меня. Ну, я вообще-то, вот он проорался, я подумал, блин, я правда не прав. Но, наверняка, наверняка, но никогда не доходило до того, чтобы хотя бы кто-то кого-то толкнул. я же говорю, мы подрались на сцене, прямо во время съемок, во время последних, как бы не считаю, ни хера себе не считается, это вам казалось, что все в порядке, я-то видел его глаза, близко, вот так. Для меня просто, если крем тональный попадает, они же краснеют. А, мы снимали, вы снимали репортаж, игра-репортаж, где Арс должен был угадать, в какой локации он находится. точно, да, да, Я прихожу к нему, ну, типа, там все задрачивают Арса, он должен понять, где он находится, и он на каком-то событии, я подхожу к нему, типа, пьяным человеком, и вот так его толкаю, и то ли он держал микрофон как-то, и он у него вылетает, и вот он начинает ловить его, и прям, он его поймал, поворачивается ко мне, я вижу гнев в глазах, просто на меня смотрит бычара, и он как, да ладно, просто он реально меня, да легонько вот так, вот, я думаю, я бью его ногой пендали, потихонечку, он мне ответ опять, ну это как, это как взрослый ребенок, я вот так вот, ну лакостик, я такой думаю, да ладно, я отойду, ну это реально, ну как ты смотри, три истории с тобой, да, я собрал, пазал, комбо, комбо, с каждым, нет, я уверен, что у каждого есть, с каждым конфликт, нет, какой вот шанс, у меня с позом, какие, мы тебе всегда говорим, серёж, какие, у Лисан шоу, дерзкая готовка, дерзкая готовка, ты рассказал про секс на втором свидании, сейчас просто такой период, что мы в отношениях с моей девушкой, ну типа у нас абсолютно все нормально, и мы об этом говорим, и типа говорим, что ну женить бы это по сути, типа ничего не поменяет, хотя я понимаю, что для нее, наверное, поменяет, где ты говорил, что и на первом свидании это нормально, есть, говорил такое, да, есть менее разнятся, то есть, например, девушки считают, что часть девушек, считают, что на первом свидании точно нельзя, потому что подумают, что, ну, что так с каждым она может, что ты об этом думаешь, говорит ли то, что девушка согласилась на секс с тобой на первом свидании, о том, что она там, я считаю, что абсолютно нет, я считаю, что, ну, как бы взрослые люди, они все вправе решать, как им комфортно, как им хорошо, там, и так далее, если двое взрослых людей, у них самая первая встреча, и вдруг, там, и она, и он, они там хотят переспать, почему нет, я не вижу в этом ничего плохого, и уж тем более, по этому поступку, не стоит судить по людям. У меня есть друзья, которые после знакомства, в первую ночь они переспали, а потом они 4 года были вместе. Ну вот, вот, вообще, да, то есть, мне кажется, это абсолютно дело людей, вот, которые идут на это первое свидание. Ты рассказывал еще про флирт, тут есть такое, ты говоришь, как правильно флиртовать, я не имею понятия, на мой флирт можно подать в суд, как на дамагательство, и выиграть дело. Как ты флиртуешь? Это мы еще с Пашей в импровизации обсуждали и сошлись на том, что мы одинаково флиртуем, своли, что просто наш флирт заключается в том, что мы пристально смотрим на девушку, вообще, где бы это ни было, но это реально можно счесть за какого-то, знаешь, маньяка, который просто за баром, вот так вот, как крокодил, наблюдает. Вот, нет, действительно, я в этом вообще супер, супер неумеха вообще жесткий, я не умею флиртовать, знаешь, там, типа, и подойти там что-то сказать, вот, понятно, что там, знаешь, там сейчас, типа, когда там меня кто-то знает, там, проще сказать, ну да, типа, вот, привет, привет, вот это я, вот, но вот особенно когда-то, вот, когда я не был еще, меня не показывали там по телевизору, я не был никаким медийным, вообще, я ни разу никому не подкатывал, мне кажется, даже если подкатывал, ну, это было вот максимально плохо. Здравствуйте, девушка, вы что здесь делаете? Она ест. Абсолютно очевидно, что она делает. Не знаю, ну, короче, не мое вообще, флирт не мое, не понимаю, как это делать. Давайте подведете какие-то, знаешь, итоги. Вы, ну, кайфуете от своей жизни сейчас, например? Ну, конечно, я кайфую. Ну, у вас сейчас, конечно, будет седьмого числа, насколько я понял, там отпуск длиной в месяц, но, но сейчас у вас там, типа, каждый день, вы ночью заканчиваете, утром у вас съемка, и вот это все. Но при этом, да, там, я говорю, в плане материальном тоже, вы довольны, что, как? Нет, ну, конечно, но мы все, я думаю, абсолютно точно, сейчас все находимся в состоянии, когда мы там, в материальном плане, там, обеспечены лучше всего, чем мы обеспечены, были там, когда-либо, жизнь до этого, когда-либо, все равно не хватает. Вот Сергей Борисович, не хватает. Ну, я вот в отпуск не полечу. Ну, ты просто финансово неграмотный. Я когда объясни, что ты в отпуск летишь, не из-за денег. Я финансово неграмотный, и я в отпуск не полечу, потому что, ну, у меня нет... Нет, он сказал, что ему месяца мало. Да, вот это вообще... Нет, месяц нормально. Месяц нормально. А вы в Тай? Я хотел на Бали. Вообще, вы в одно место все? нет, нет, нет. Мы никогда не отдыхаем вместе. Ты куда хотел? Я на Бали хотел. Еще в отпуск вместе ездил. На самом деле, очень прикольно иногда, знаешь, вот уезжаешь в отпуск, отдыхаешь друг от друга, потом с новыми какими-то эмоциями возвращаешься. Мы вот уже сколько, который день подряд, мы не расстаемся. Мы ездили, снимали travel, 10 дней, вернулись, снимали джем. Сейчас мы будем снимать импровизаторов, между ними где-то там громкий вопрос. Ну, сколько можно? Надо отдохнуть друг от друга. Нет, конечно, я за себя скажу, конечно, доволен, типа, доволен ли я жизнью, очень сильно доволен. Напрягает ли какой-то график и занятость? Ну, в какие-то моменты бывают, но это все типа работа. Она же мне нравится. Не будем говорить, что из-за тебя концерты отменяются? Из-за меня концерты отменяются? Не, не будем говорить, наверное. Из-за тебя концерты отменяются? Только из-за меня. Только из-за меня. Что за история с концертом? Да нет, они на самом деле просто сокращаются количество немножко. давай, давай, расскажи. Ты подустал? Хорошо, я расскажу. Во-первых, да. Вот почему вы не поехали в набережные Челны. Если нужно рассказать, я расскажу, да. Это Сережа говорит, что из-за меня, но он немножко лукавит, потому что вот, например, сейчас, вот буквально пару дней назад меня пригласили на какую-то съемку, принять участие в каком-то шоу и говорят, вот в сентябре можешь сняться? А я вот сейчас, на момент, какое сегодня число? Вот мы снимаем это интервью. 29 июля. 29 июля. Спрашивают, когда ты можешь? А в сентябре один свободный день. В сентябре, вот сейчас. 29 июля. На момент 29 июля. Я думаю, завтра его уже не будет, скорее всего. И поэтому... У тебя реально в сентябре один свободный день? Один свободный день. А что за передача? У меня есть дни. Да и у тебя не дни свободы. А у меня весь месяц свободный. Да нет, у нас дней. Ты просто не смотришь в календарь. Ты просто не смотришь в календарь. У нас в сентябре один свободный день. Не август, а сентябрь. Да. Вот. И мы приняли такое решение, судьбоносное, естественно, что действительно количество концертов, по крайней мере, до конца года будет небольшим. Мы будем выступать только в Москве и в Санкт-Петербурге. Мы это уже везде анонсировали. Потому что это просто... Ну, это физически невозможно. Мы просто не можем физически поехать. Не, ну, дальше просто уже мы уперлись в такой выбор, что условно там либо мы снимаем сейчас осенью, не знаю, там второй сезон Table Time. Ну, у нас, понятно, еще travel должен закончиться, он тоже продолжается осенью. Либо мы снимаем, продолжаем там истории, громкий вопрос, Table Time, Jam, результаты, контакты. Либо, да, мы ездим по гастролям, и просто не остается времени все это снимать. Так, а это вопрос еще с точки зрения экономики, что Table Time и все проекты приносят больше денег? Больше. Удовольствия больше? Это же творчество все-таки, потому что ты условно там реализуешь какие-то новые проекты, в чем ты себя новым пробуешь. Гастроли при всей любви к ним, ты бесконечное множество раз делаешь одно и то же. Ты вот, мы сейчас снимем 9 передач импровизаторов, и потом там, как раньше, мы могли там за осень 40 городов отъездить с концертами. Вот 40 раз ты каждый вечер выходишь, даешь концерт, потом едешь, 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 едешь. А на гастролях у тебя 2 часа в день концерт, но на что-то еще ты делать уже не можешь, потому что ты все время либо едешь, либо ты в другом городе, там дистанционно ты не поснимаешься. И вроде бы мы круто придумали, что можем сниматься вот так без подготовки во всех наших проектах, а сейчас сталкиваемся с тем, что вот просто не можем воткнуть куда-то. А есть же еще идеи. То есть мы же все время там в процессе, что вот это попробовать, а вот это попробовать, а мы понимаем, что просто это невозможно. Мы dybuloшаем уговаривали с ней Стаса снять, наверное, почти год. Ну да, не то, что даже уговаривали, мы понимали, что к нему... Некогда было заняться было воткнуть, а просто нужно было куда-то воткнуть. То есть понятно, что одна там условно-съемочная ночь, но к ней надо было готовиться, это был новый проект. Сейчас у нас есть там в головах несколько проектов, которые еще масштабнее там сложнее мы просто их не снимем никогда если начнем дальше кататься из других итогов ну вы парнями начинали сейчас вы мужчины и я вам говорил и один из важных таких моментов это конечно еще семья насколько понимаю серёг ты же не женат да только на а почему я я просто раньше когда приезжал в москву и всегда жил серёги дома от меня не пускай я хотите объясню в избежание конфликтов дело в том что арсений когда приезжает да он всегда приезжает с вещами он приезжает а уезжает без вещей вот потому что постирать можно и у меня в какой-то момент в какой-то момент я понимаю что его вещей у меня дома больше чем моих а я тоже начал покупать вещи и мне надо было их куда-то девать да нет на самом деле ну чё ему начали оплачивать гостиницу я думаю ему удобнее у него приятнее вот тут через дорогу у него все врёт все врёт просто я из-за того что ответственный нам надо на тренировку там 12 я бы серёг уже надо выезжать надо выезжать надо выезжать тук 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 ему в этот пока он спит да да у него не спальня склее так дело в том что он говорит я вот например забываю рано просыпаться ничего не забывает просто если его никто не задалбливает я не стал для него этим утренним врагом я говорю если ты был бы увидел как выглядит его спальня ты бы точно все проспал во-первых это вообще дверь открываешь все черное такие какие-то занавески черная кровать черный шкаф телевизор думает что он фильме тима бертона такое свечение это когда открываешь дверь вот так вот видишь это все и понимаешь что тебя точно нет но смотрите спальное место там где спят там всегда должно быть темно тебе ничего не должно почему тебя так же выглядит и гостиная вообще вся квартира так выглядит серая даже на полос ты единственный кто жена ты рассказываешь парням остальным мужчинам женщина мужчина это семья это сидеть да какой смысл ну смотри я в этом плане у меня нет каких-то знаешь я же не проповедник меня нет миссии всем это нести это выбор каждого я абсолютно там вот серёжа например считает что это вообще лишнее в жизни это его право я уважаю то право и никогда не приду не скажу серёг на подожди ты ничего не понимаешь уточнила брак или про детей ну мне не дети не брак мне не особо надо но вот я и потому что эгоист ну понимаешь это вот когда мне кто-то скажет что типа мы не можем сделать это потому что вот у нас тут ребенок я хочу сделать и будут конфликты а зачем я добрый человек и не хочу конфликтов только с нами может быть если ты дома у тебя были конфликты сюда приходил кайфовал бы с нами да я кайфую на самом деле но выбор же каждого странно мне это нравится я не делаешь когда раз это первый ребенок появился 2 ребенок у тебя появился ну и ну чтобы дальше там в коллективе там нет смотри но блядя если пацаны спросят там пост прикольно что у тебя дети скажу прикольно мне это нравится при этом не обязательно что им это понравится если бы у них там были дети после знаешь что тоже через чужими-то детьми прикольно там шанс когда в гости приходит ему может сейчас прикольно поиграть с авиной но это второе и и надо еще там вводить школу на фигурное катание терпеть ее какие-то там проблемы это уже чуть сложнее она уже становится похоже на позу мы это вообще выбор к задаю но мне конечно гастроли вот тоже очень трудно последнее время давались я здесь то вот у меня с я сын был в воронеже тому бабушек с дедушками я его не видел два месяца я вчера на джеме просто с последней игры пораньше уехал после вчера приехал я его пришел повидал 40 минут он лег спать он уже криптой занимается он уже говорит по-другому там поэтому даже здесь не не удается уделить достаточно внимания когда уезжаешь на это вообще странно слушай я последнее время понял знаешь типа у меня всегда спрашивают типа как личная жизнь что там вообще типа всегда говорю все хорошо все хорошо в какой-то момент я решил что вот а какое дело кому что происходит в моей личной жизни в моей личной жизни все прекрасно вот так же отвечает с кем чего как что и так далее в моей личной жизни все хорошо и это только мое дело ну и арсенья и ты это делаешь иногда иногда но глядя на детей поза нет таких же нет мы не то чтобы не хочется батей стать если честно был не воронеж нет знаешь такой мысли возникает ли мысль что блин как это круто как это классно да возникает конечно что вообще в целом мне это близко хочу ли этом жениться детей и какую-то там вот такую семью более когда смотришь на позы и на его семью это же вообще как идеально и и дочка и сын и низкать и в таких ходят я думаю ой-ой-ой-ой велосипеду он дарит машину да еще савини вот этот велосипед с кисточками и с корзинкой вот так ехал вообще идеально вот но хочу ли я сейчас этого не знаю не дай всему свое время да наверно да арс всему собой как бог даст он уже вот в таком возрасте я против категоричности какой-то наш кто-то заявляет например я вот прям child free мне кажется ты в какой-то момент когда заявляешь любую позицию особенно если ты там публичный человек это публичные заявил ты как будто вы становишься уже заложником этой истории вот серега к нам говорит часто что я нет и все и нет ну сейчас нет и да но мне иногда кажется что он вот дома когда сидит в своем склепе он так это дети никто не приходит я уверен он был бы самый веселый батя еще он я же рассказывал а сам их будет идти удариться щедрый я уверен а во-вторых я тут как-то краем глаза подглядел как он играет с собакой казалось бы ну что какая где общая связь но мне показалось он вот ей вот в эти первые там несколько секунд игры подарил столько любви сколько в нем нет где ты вообще-то это увидел кстати у него до сих пор есть ключ от моей квартиры и он еще реально в смысле реально там часть моей собственности я уже нет уже все ты забрал это можем и неожиданно к нему приехать до него нет у нас есть договоренность негласный если захожу если из клепа звуков никаких не достает не доносится я замужу если честно нет никаких договоренностей он когда хочет тогда приезжает ты кайфуешь от холостяцкой жизни очень сильно да в чем кайф во всем вообще я делаю только то что хочу я я не снис каким мнением не считаюсь мне не нужно подстраиваться под кого-то я вот сейчас захотел улететь в казань я вот выйду отсюда сяду и полечу в казань мне не надо никому объяснять почему просто захотел даже на отдых вот в паре летать на отдых это от я все каждый раз когда я летал отдыхать я всегда срался вот последние мои отношения я прилетел с отдыха и в этот же день мы разошлись навсегда ну вот да это было прошлом августа вау ты поешь из-за чего да просто накопилось все я же это блин я нам сильно эгоист я не могу не могу с кем-то жить тяжело мне у меня было вот долгих отношений один раз я три с половиной года жил с девочкой 6 лет и вот сколько полтора два года девочки прожил вот это все за всю мою жизнь вот это и мне конечно мне хватило трех с половиной потом я как-то не понял даже сам как это произошло попал вот на на 6 лет и вот и причем все все классные у меня нет никакого негатива к ним все все очень хорошие девочки вот мы общаемся до сих пор но я говно просто и все секс с бывшими ок до бывшие они же почему они у тебя были потому что они классные вот если она примерно в том же состоянии ну нет правда секс с бывшими почему нет ну все равно не чужие друг другу люди сто процентов мне кажется иногда секс с бывшими даже лучше чем с нынешними арс полчаса назад здесь говорил что секс с двумя девушками не представляет однажды ты сказал что не представляешь себе секса с двумя девушками ты читал интервью собаки да странное было интервью очень очень долго меня гнобила девушка журналист почему называла меня душнилой говорила не смешно я в итоге знаешь потерялся чего она в итоге от меня хочет то есть она мне задает вопросы на которые как будто надо отвечать ну вот как тебя зовут арсений но я могу сказать там меня не зовут там типа я сам прихожу но мы же говорим про интервью а не про то что мы сейчас на площадке там смешим людей потом говорит о ты душно ты душно ну давай расскажи мне какой-нибудь там пикантное что то что чего мы про арсения знать не должны может вот так вот это логика была простая я не умею делать две вещи одновременно то есть мы сейчас на концертах сами ведем шоу и сами в нем участвуем и мне очень тяжело объявлять игру рассказывать правила а потом вдруг отключаться от этого что я сейчас людям объяснял как играть отключаться от этого и бежать туда к пацанам и делать вид что меня сейчас искусственно вогнали вот в эти предлагаемые в средстве из которых я должен выкручиваться поэтому мне гораздо комфортнее когда ведущий объявил так вы сейчас там два пациента которые пытаются сбежать из психиатрической больницы мы такие ага мозг начинает в ту сторону думать и он говорит все и эта игра например меня я я понял я начинаю выкручиваться когда я сам секунду назад пытался заявить там правила игры то как будто бы есть поддавки в это что ты мог придумать или под и выбрать тему которая тебе ближе и легче сыграть сейчас вот поэтому я наверно имел ввиду что-то такое чтобы не проще вот я выбрал дело я им занимаюсь закончили теперь давайте я проведу концерт импровизации но и играть и участвовать мне сложновато ну и так во многих вещах а если серьезно отвечать на этот вопрос про секс у меня девушка фантазирует да фантазирует а ты не представляю было было конечно как-то было было по-разному кстати было и не как было и потрясающе было и чуть-чуть не как чуть-чуть когда было потрясающе девочки были знакомы да слушай вот здесь а кстати один раз были не знакомы один раз было такое что мы с девочкой долго искали кого кого-нибудь вот и тут его улетел в сочи и нашел кого-то и мы прилетели поговорили потом та девочка прилетела в москву и мы как-то так встретились и вот это было вообще просто обе хотели девочку и как бы я вот там был и не совсем лишний даже это было очень круто переживал когда первый тройничок был знаешь вот этот стереотип про то что ой хватит ли сил я сексуально распущены к сожалению наверное для кого-то вот и поэтому и не переживаю во время секса какой вот если бы был тройничок с мужиком вот там бы наверно переживал соревнования не соревнования я все-таки за эстетику женского тела голые мужики мне не очень нравится даже если там друзья как ваша жизнь за эти 10 лет изменилась в плане знаете ну и материальным тоже и как вы изменились сами помните кем вы начинали что я не знаю просто вашу историю и помню что вы были простыми парнями из воронежа мы были не да мы можем петерские но она ну как они питерские тоже но этот из сибири этот с юга они в питер тоже никакие питерские да не всем говорят что бог не питер просто не говоришь я из армавира вот я родился в рязанской области в поселке ухова где родился там прожил я столько я даже ходить там не начал меня перевезли в новокубан это было уже 9 в новокубанске я отучился в школе и переехал в армавире вот она школа новокубанске и вот откуда откуда и пол смотрите новокубанск я там прожил наверно лет 13 потом я лет семь прожил в армавире где-то 8 прожил в питере и 10 в москве откуда но хочу все 13 где 13 прожил не знаю я из новокубанск из новокубанск ну все так и говори еще ну и зон кто из вас из обеспеченной семьи но без обеспеченная чем хлебом мы понимаем да какой-то такой нормальный достаток когда но моя семья был нормальный достаток до моей тоже нет такого типа когда поднялся с самого дня прохала ту же из самого низа как у многоточек нормальный достаток это что не но имеется ввиду что не было но я понимаю тачка была квартира была но тачка была да ну нет без машин было только стиральная ну и тачки не было выживаться камаз был такая отец ушел уехал на камазе так это не камаз отца отец работал на камазе и на автобусе работал тоже не но я вот например такое благосостояние я учился в институте когда я не жил в общежитии то есть мне снимали квартиру я не не думал как там да есть последний там не знаю бутерброд в институте выкидывал сказать что я из богатой семьи но такая нормально я учился вообще в вузе на платном все учился на платном и на платном еще учился деньги были на плане мне не было и на плат сколько тебя был отец ушел я не знаю лет наверно 10 может 11 это дал недалеко ушел из одного подъезда другой переехал и я дружил с чуваком к матери которого он ушел не это все было нормально мы прям туда прикольно общались его вот там у него была машина маски 412 вру запорожец был был запорожец который сломался и у нас две пятиэтажки было и между ними парковка и вот в какой-то момент он стал на этой парковке этот запорожец все и не ездил и батя его забросил и там и курили играли в карты в запороже да я ходил да это наш запорожец а с бате как батя сохранил общение очень батя бухал и он в той семье тоже забухал и та женщина его выгнала и он по моему ну как за бомжевал да это что да однажды он пришел еще к маме типа он перевернулся на мотоцикле перевернулся на мотоцикле это получается на голове они с чуваком они с чуваком везли в люльке холодильник они как-то так перевернулись и он приехал весь ободранный типа мама его выходила там в больницу его возила там водила вот потом паспорт ему дала бабки на паспорт говорит иди сделай он взял бабки и вот больше его не видел праза бомжевал это прям за бомжевал да типа жил на улицу да он не писал тебе ну когда ты в телек попал на асфальте мелом реально не знаю ну то есть я еще когда в армавире учился вот я его один раз видел он был вроде в порядке а потом он спросил на горитон где-то бомжу типа его в центре видели несколько раз там какие-то заброшенные дома были он там тусил вот но я тогда еще не мог ему помочь жестко сейчас бы конечно если бы я знал где он муж не не жив уже вот поэтому как давно ты ты потерял сам контакт вообще чтобы так ну смотри больше десяти лет наверное конечно мне было 17 на 17 примерно может может в 16 я уже все уже не знал пацаны знали об этом не позиционирует тему как больной мы знаем какие-то моменты нормально с этим абсолютно да если я говорю если бы сейчас я типа знал где он я бы не помог у меня тогда у меня не было здесь подозрение что но сережина память этой проблемы с памятью это его мозг пытается защитить помни только последний день ты недавно довел до слез свою жену подарила и машину это было очаровательно я посмотрел эти видео ой ну ладно все я же мать я обожаю маскал кар додж это кайф ну держи что нет подождите стоп подождите то есть вот это все было для чего я не могу вообще просто я не верю в это Дима что это было за обещание слушай мы этого это вообще очень странная история мы как-то шли по воронежу еще очень очень давно и ну я что-то так понимал про машины там понимал что мне там может когда-то хочется дорогую машину и тут мы вдруг увидели форт мустанг она говорит блин ну я вообще вот просто влюблена безумно в этот маскал кар я вот вообще типа фанатею говоря про воронеж что имеешь ввиду это было до переезда давно давно да это это да не то что до переезда в москву это было вообще не знаю мы только начали встречаться то есть тогда мы не то что о форде мустанге мы думали о том как вообще на этой неделе на сколько денег типа нам до воскресенья хватает или нет вот ну я говорю типа ну она как-то так кинул это все был приколом знаешь типа то есть а не было на тот момент даже это вот как сейчас я не знаю идти мимо самолета и сказать типа блин вообще-то мне нравится самолет там пообещать что у нас будет самолет да конечно обещаю что у нас будет самолет то есть ее фраза ничего не значило мы этим более ничего не значило ну типа я постараюсь но мы очень далеки от этого все а потом взрослая жизнь все как-то порациональнее в первую очередь квартира не знаю какая-то машина для семьи дети образования и все как ты знаешь вроде бы уже взрослый потом она уже в процессе там ей стал больше нравится там этот дочь challenger уже она разлюбила мустанг и это всегда было знаешь вот типа она на него смотрит вот у меня сердечко останавливается и вроде как не доходят знаешь руки то есть уже давно честно скажу была бы такая возможность пойти и купить такую машину она не стоит каких-то невероятных денег но это вот было из серии знаешь вот просто надо чтоб лишние были деньги которые ты купил на эту игрушку поигрался и не знаю там ну в лучшем случае продала скорее всего на там подешевел и нахер никому не нужна а тут все время знаешь типа ну машину на получше переехать надо еще что-то в какой-то момент я подумал что да блин а чё чё я делаю ну мы можем себе это позволить и уже давно но просто вот этот вот наш подход из девяностых а вдруг завтра не будет пока блин надо на что-то полезное на что-то рациональное думаешь блин ну а потом тебе станет много лет возможно уже и таких не будет возможностей да не знаю я что-то в какой-то момент такой блин я хочу и подарить все плевать оказалось что сложно очень найти потому что ну просто знаешь в куча говна какой-то изумруд пытаешься отыскать ну нашел нашел но и очень сложно было конечно провернуть чтоб она ничего не поняла потому что из-за того что этот процесс затянулся это та покупка когда нельзя там прийти условно салон купить и там на следующий день подарить это там очень долгие поиски постоянно какие-то созвоны переписки я прям какой-то момент такой блин но она меня спалит стопудов спродюсировал тачку короче сколько она стояла слушай я в итоге отдал за нее что-то типа 3 600 3 700 уже стоит сильно дороже это машина в которую невозможно перестать вкладывать деньги то есть вот с момента когда я ее купил она уже была достаточно там знаешь типа усовершенствованная я думаю что уже она мне обошлась но впитак вообще как как нихер делать ну ты и сейчас она стоит в тюнинге то есть вот сейчас ее у нас нет мы ждем какие-то там модные колеса но это такая игрушка знаешь который вот просто увлекаться улучшать это такой пробник машин не пробника не знаю прототип машины который надо довести до ума ну плюс еще же детали а если чё это жами ну ждать надо да и все но это вот и ну в целом и для меня это увлечение прикольно получилось мы еще так получилось что мы параллельно и основную машину поменяли я там тоже что-то знаешь заигрался я такой блин может я тюнингом прикольно еще одна фраза из подкаста со славой твоя вроде бы у нас конкуренции быть не должно но ты же видишь когда остаться кому-то дает предпочтение и вот когда он явно отдавал предпочтение шасту шасту были мысли а что не нам вот как это вот отдавал предпочтение выражалось но это опять же все из старого времени это давно прошло я наверное там рассказывал тоже про какую-то конкуренцию про какие-то там взаимоотношения в коллективе ну не знаю начиная с того что выборе игры там основную там ведущую роль этой мог там играть любой из нас собственно у нас до сих пор есть понимание что в любую игру может любой человек играть но когда мы там устанавливали для съемок какие-то там распределение ролей ты вдруг думал блин вот эта кайфовая игра досталась не мне ну вот какие-то такие моменты вот плюс не знаю это может быть в каких-то мелочах но тогда в проектах либо в проект но тогда тогда это как будто казалось может быть не чуть-чуть не справедливо что все были но относительно там ну за одинаковыми это это мелочи ну импровизация команды контакты цитаты это все мелочи я уверен что нет такого знаешь там так кому отдать команды кому отдать контакты и и когда кстати началось распределение кстати тоже про это уже говорил хотел бы я вести там условный контакт нет потому что но это точно не мой проект там не под меня я там к нему не готов но все равно как-то там когда ты видишь что стас как наш творческий папа там играет с одним ребенком больше чем с другим наверно моя я пытаюсь это анализировать наверно ты думал блин но вот сейчас вот на данный момент я понимаю что все так как должно было быть у меня нет к этому какого-то на данный момент не обиды не претензий не тем более желание вот значит все поменять мне вот все чувствует посты чувствовал что такое тоже ну конечно я даже больше скажу что мне кажется что я не назову ни один проект который стас бы делал без шаста мне даже это кажется иногда забавным ему неинтересно попробовать например вот но это его выбор то есть это странно знаешь вот допустим человек работает продюсером его задача делать проекты которых от которых он кайфует который будет приносить какие-то цифры и так далее и как мне кажется он вправе решать как он их делает с кем он их делает странно пред приходите говорить а почему ты не делаешь со мной не хочет ну а какая тут может быть претензии или почему он должен условно распределять их поровну тоже достаточно странно тем более ну во первых их нет наверно в таком объеме чтобы распределять поровну во вторых ну и но это как я не знаю вот ты завтра решил открыть бизнес ну ты зовешь того там в компаньоны кого хочешь не можешь те другой там третий друг прийти и сказать а что ты меня не позвал ну наверно может ну но это будет на уровне не не здравого смысла а вот каких-то вот таких этих ребятических обид ну да бывает же режиссер до нашел своего актера все он он делает то что он хочет он это легко воплощает сможет он это сделать например сереже да но ему надо будет чуть дольше объяснять да сейчас там им проще они друзья изначально вообще ребята приехали вчетвером и перетянули весь воронеж сюда у нас сейчас в офисе не воронежских наверное человека 3 человек сейчас уже больше стал ну просто мы рассеряем основной костяк который занимался проектом это все воронеж поэтому мы вдвоем и все вот так в уголочек в уголочек в уголочек в уголочек они расширяются расширяются да они реально подтащили стас молодец он подтащил всех но это это правильно снижило ему комфортно работать с людьми которым он доверяет которых он знает и в принципе все правильно делать потому что все получается ты что скажешь об этом слушаем и со стасом действительно но сработались то есть мы на каком-то не знаю на одном ком-то вайбе на одном настроении вот и действительно мы там придумываем когда там стас придумывает какие-то проекты очень часто еще там типа мы ходим в офис и придумываем их там вместе допустим вот или там ну хотя бы взять на примере контакты что просто мы сидели тета вдвоем он говорит о да вы попробуем снять такую штуку что-то в офисе попробовали потом взяли на телефон сняли о классно классно и типа а давай ты будешь ведущим ну давай вот потом когда мы готовились допустим командам вот мы же делали проект втроем я поз и стас пацаны сидели в жюри ну то есть как бы тоже общий наш проект вот но потом в какой-то момент встал вопрос типа кто будет ведущим импровизация команды я честно за себя скажу я никогда типа вот если брать на примере этого проекта не был человеком который сразу же делал шаг вперед и говорил я хочу вести я должен вести и так далее вот как-то было принято решение не знаю там кем оно было ближе изначально оффлайн же вели по очереди да странная какая-то история да мы вели стендапстори у нас были технички и сцен миллион было по всей стране которые до сих пор существуют вот и мы все давили по очереди кто будет вести телевизионную передачу я вообще в этом плане я от себя могу сказать чувствовал ли я иногда себя как-то неловко если честно да и сейчас такое бывает иногда что я думаю ну вот вот а почему почему типа вот я я почему я вот такой типа синдром самозванца какой-то маленький вот и но я говорю я точно не могу за себя сказать что я никогда не был чуть не был и не буду и не являюсь таким чуваком который вот я буду вот только я буду давайте буду только я вот ну так вот складывается ты сам популярный в импровизации тебя любят девчонки это известные факты но давайте вспомним кое-что не самое приятное это то твое выступление в камеди ты недавно относительно в цитатах по моему рассказал о том что тебя поставили сразу после гаррика харламова где он разорвал зал эдуардом суровым а потом выходишь ты первый раз в камеди и что ты думаешь это была ошибкой в плане такой такого порядка что после сурового потом ты слушай ну я не знаю но наверное да то есть но сейчас когда у меня уже есть какой-то опыт там в съемках юмористического контента я бы наверное если бы я тогда что-то решал я бы может быть этот порядок сделал каким-то другим не знаю но дело в том что я думаю там была больше проблема была в материале потому что я ну знаешь камеди еще но он как сколько лет назад было я не знаю в годах не шаре 7 9 8 9 вот где-то так да и камеди он все равно был такой знаешь взрослый такой тяжелый чуть чуть пафос ну вот пафосный да он всегда был пафосным понятно что этот пафос как будто даже мне кажется поднимался со временем белый говорил что это самое тяжелое было да 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 вообще там тяжелый зал в целом все многие об этом говорят понятно что он не тяжелый для гаррика харламова но он тяжелый для абсолютно всех остальных мне кажется ну там понятно все опытный там дэмис не знаю воля для них не тяжелый зал привычный зал а это их зал вот а для всех кто там появляется новенький конечно зал тяжеловат вообще за камеди если понаблюдать за камеди клавом за передачей там с очень большим трудом приживаются новые элементы в эту систему поэтому конечно же я как очень молодой стояв первый раз жизни или второй раз жизни выступал со стендапом и с очень таким материалом знаешь вот легким с наблюдениями про школьный дневник а я смотрю в первый ряд а там люди но они не помнят свой школьный дневник у них уже вообще совершенно другое их волнует вот и конечно этот материал абсолютно не заходило это самое отвратительное чувство вот благо я не занимаюсь прописанным юмором но вот я помню это чувство всегда из квн и вот с того выступления особенно ярко когда ты выходишь на сцену у тебя монолог ну типа там на 12 минут 13 минут и это начинаешь рассказывать и ты вот прошло полторы минуты и ты понимаешь что все у тебя нет той шутки которая зайдет а теперь еще девять минут стоять и все это просто стоишь и просто как робот все это знаешь предпринимаешь какие-то попытки где-то громче говоришь где-то что и ничего не работает и все просто это опустошение самое первое это мое появление вообще где-то это вот в воронеже мы решили сделать стендап вечеринку я сделал монолог за воронежский зал смеялся над ним очень она этой вечеринке выступал руслан белый как раз тут вот в цитатах рассказывал он позвонил алло антох не хочешь приехать и выступить в comedy club для меня тогда это было это вообще это все и жизнь удалась я легенда можно умирать по парам тип того все я приехал туда я там вообще на все смотрел на всех вот так вот резидентов и я выхожу меня одели все я в этом golden palace еще пункта да 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 я смотрю на это все все в зале звезды джиганты фабрика и я выхожу шутить и все это полный провал был по поводу твоего канала есть ощущение что шоу контакты уже не основное шоу там тоже не игры на самом деле легкое испытание мне это да 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 слушай ну не так уж не основное шоу вот но все равно мы продолжаем снимать контакты есть конечно у нас определенные какие-то знаешь это что трудности но дело в том что это шоу знаешь в которой гости как будто не позовешь два раза вот и как будто эти гости узнаешь сейчас мы уже приходим к мысли блин а вдруг они конечные ну то есть на вдруг они когда-то закончится вот но и не игры до появились на канале шастун мы вместе решали на какой канал эти этого программу выкладывать мы сидели и думали вообще что с этим вообще да потому что да 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 потому что изначально же мы это снимали совсем на другом канале по моему он назывался вин вин я не помню а потом решили снимать и выкладывать уже на какой-то из наших мы пытались как-то это знаешь не то что прямо оправдать но как-то вот придать этому какой-то смысл то есть на импраком это как будто бы мы там должны быть вчетвером знаешь на импраком у нас так грубкий вопрос истории это вот как будто всей нашей четверки канал вот потом думали что может быть вообще отдельный канал под это завести потом подумали странно отдельный канал на котором будет один проект то есть но возможно может быть можно было еще туда что-то потом придумать в процессе вот и пришли к выводу что как будто на шастун это логично то есть канал шастун там есть я без димка мы вместе в троем посидели сказали там постом как так лучше сделать типа ты не против вот он говорит да вообще не вопрос давайте сделаем это же все на самом деле это все один коллектив большой то есть и канал шастун это не прям мой канал не такой уж это прям мой канал это все вот каналы нашей большущей команды у вас теперь нет воли насколько сильно его не придумал которую не буду говорить тебе инагентом не признать много у кого нет воли давай дальше насколько важной частью команды он был потому что это объясню объясню потому что сейчас когда у вас по сути нет одного ведущего очень много комментов и таких критик и критических комментов насчет того что нет такого большого модератор 1 потому что иногда там в комменты про то что дикий балаган что вот почему так год долго объявляют игры вот это все я тебе расскажу что это за комменты вот мы начали нашу передачу у нас гость был в трех играх вот в самых первых выпусках потом стал в большем количестве комменты о гость большим количеством там там стало больше костюмов а стало больше костюмов там что-то убрали о вы это убрали теперь нет воли о нет воли любое изменение вот любое которое происходит обязательно сопровождается комментариями что раньше было лучше всегда вот чтобы мы в нашу передачу не вносили слишком много гостя а теперь нет модератора хотя а пусть будут разговоры у ребят пусть ребята там не знаю какую-то там роль новую там обретают это все тоже было и вот мы без ведущего это наша передача мы все это делаем а теперь балаган да мы скажем каждому нашему зрителю по миллиону рублей они скажут о хотят нас купить раньше были шокеры появились шокеры ну то есть это значит такой разговор воля был огромной частью команды мы никогда не забудем его ролью основе в начале очень сильно ему за это благодарна что он вообще вписался в непонятно что он же не знал ни нас не что мы делаем вот он ему сказали вот есть импровизация он первая ступень наши ракеты не на тот момент он был конечно паровозом вот этим медийным это огромная ступень на руки сто процентов помните момент знакомства да да расскажите бы блин кстати прикольно было знаю как мы конечно так шапочно знали друг другу он даже у нас пилоте снимался в одном из во втором по моему да но это все так было но он был какой какой я прям помню его знаешь когда увидел мы перед вторым пилотом сидели условно в кабинете и он просто зашел открылась дверь зашел слав привет здрасте ушел чудо-то очень важно я первый раз жизни увидел живого воли а потом уже это было по моему накануне съемок она не съемок да и он мы приехали по у нас был тракт да на тракт и он пришел мы сидели в главке но в декорации в нашей уже сидели мне кажется почему-то мне кажется что мы сидели в этом нашей мы приехали на comedy battle да у нас уже готовила съемка он вел comedy battle в какой-то из пауз нас типа представили он уже согласился вести на шоу и она вот честно до этого некоторые люди говорили что для воли где вы где воля и даже было переживание что мы все время хотели вот эту химию между ведущим и команды пусть у нас то стас все ввел на концертах на технических и даже многие переживали что типа но не будет этой химии потому что но это воля это 4 кто это вообще а он наоборот что-то пришла пришел на первую встречу пацаны что хотите говорите как угодно шутите все пойдемте покурим чуть-чуть какие-то советы там раздал ему такие тип одну может конечно он притворяется но как будто бы он нам дал волю типа шутить но он до сих пор притворять все из первого мотора что-то мы начали в его ответ тоже что-то шутить и все это заработало то есть не было это знаешь типа я в максимально показался простым в том плане что знаешь не было ощущение что вот кто-то пришел с небески вы спустил и это кажется сильно сразу подкупил он все эти дистанции возможны сократить наш люди волнуются там знают тебя там всю жизнь и отчество путают но ему как будто весело то есть он на первом же вот в первый же съемочный пул как будто бы сам зажегся этой идеей то есть ему хотелось в это врываться участвовать как-то он там в паузах что-то комментировал то есть он вот правда кайфанул не просто вот я пришел провел мне сказали этом что объявил а как будто его у него давно не было знаешь вот этой эмоции что-то вот что-то интересное происходит я не просто объявляю его ты ему стало весело самому он сидел что-то хихикал участвовал во всем я думаю это тоже сработало по поводу изменений час шокерами в жопу их собственно они там нет да мы решили их убрать почему ну потому что они правда как будто уже и жили себя нам показалось вообще если я не ошибаюсь это ваше собственное решение нет такого что просто проект выглядел так на тнт и поэтому не очень нужны изменения слушай да и шокеры с этого момента где уже только не согласен да да если мы могли поменять чуть правила игры и шокеры сохранить мне все равно нравится шокер как ты купи домой всклеп и пользуйся в самом начале я вот как топил за шокеры ну типа никто не хотел эту игру вообще вот а я говорил давайте пожалуйста но это прикольно я топил за шокеры с самого начала я знаю первый кто они не хотели доходить ну что нас бил итогом я был уверен что это будет хит это будет чуть ли не одна из лучших но она так и стала одной из лучших игр вот но пацанам она ник не нравилась говорит это не импровизация ну как не импровизация мы же все равно в этом живем это прикольно это кайфово а потом когда поменяли правила мы же раньше угадывали букву а потом нам нужно было угадать вообще что нам нельзя делать вот тогда вообще я думаю я влюблю бился в эту игру заново вот я но это все шокеры шокеры это говно смотри с одной стороны да с другой стороны зритель же полюбил вас за шокер в том числе слушай но мы застрел весело смотреть на вас в этом от еще начал ты лишь прошло 10 лет вот ты же понимаешь что 10 лет это очень много и даже ты ты не мои сказал фразу что вы уже не парни мужчины вот этим мужчинам за 40 и сколько лет еще бить их шокерами сколько лет они да у него может проделать стимулятор включить она хочет заново запустится хочется же тоже что-то новое там я не знаю и мы чувствуем по-другому и хотим что-то сказать по-другому поэтому наверное эти аттракционы уже где-то нам там поднадоели может мы к ним вернемся мы с ума сойдем и снимем не знаю целый проект чудаков где мы просто в доме убиваем друг друга table time финальный сезон по как умрет сережа самое последнее концерты у вас на концертах достаточно много мата иногда бывают слова такие достаточно серьезные при этом зрительном зале нередко достаточно юные девушки мы поставили 18 плюс но как я к этому отношусь отношусь комфортно ли понятно что это проблема зрители если там написано 18 плюс и там слон родители которые там знали да но как есть я считаю формат это слабость всегда у юмориста то есть если ты не можешь пошутить или там и реакции нет то ты конечно чуть-чуть что приукрасить чтобы знаешь там вдарит пожестче на на всех газах ты начинаешь материться смотри реакция пошла но это такой путь в никуда то есть ты сразу уперся в потолок дальше некуда развиваться но мне нравится при этом знаешь мат такой один раз за весь концерт но такой емкий что даже сам самые сидели которые знаешь такие правильные вдруг они таких георгий это было восхитительно готовы вы держаться но вдруг они и их пробило вот это это я даже готов это простить даже знаешь сидят люди там 13-летний так можно арсений двадцатом году был в гостях у слова комиссаренко там была парочка очень ярких фраз например арс назвал диму позову самым смешным из четверки я считаю что у нас самый смешной это димка позов в плане шуток которые можно например там цитировать в плане построения юмора в плане его стабильности что тоже вопрос очень простой от вас нужно только одна фамилия или имя у каждого спрошу кто самый смешной из четверки импровизации дим блин я всегда говорил что меня веселит арс но я видимо стал старше и меня стали веселить очень простые вещи я последний год безумно смеюсь серёжа потому что он очень смешно живет вообще плевать на импровизацию блять плевать на все наши проекты вот просто в жизни смешнее серёжа не бывает приводим один даже пример как в инстаграме значит запрещенном территории российской федерации и у него свои машины говорит нужно сейчас я еду из москвы и питер я буду рассказывать вам как через два часа поэтому надо для меня там в плане непредсказуемости вот именно в нашем творчестве точно арс в плане как конкретных шуток шанс но в целом в жизни ну вот мы скорее всего сейчас будем сидеть сидеть и он все равно даже так упадет он провалится в диван что-то произойдет и меня это ну просто безумно листок серёж серёг что ну и у меня как был арс нет сначала я юмор арс а вообще не воспринимал ну то есть мне казалось чувак не умеет шутить но я естественно у него в плане юмора самый большой рост из нас всех четверых то есть если посмотреть каким он пришел в импровизацию и каким он стал это вот вот так вертикально вверх вот и естественно в плане неожиданности того никто не понимает что у него в голове никогда вот хоть мы говорим что мы его знаем вот мы не знаем что что когда в какой момент он может ляпнуть и вот это конечно сильно веселит ну неожиданность арс за три года что-то изменилось знаешь я наверно этот как наш всегда расскажу а какие девушки тебе нравятся а мне почему-то кажется что когда ты называешь что-то конкретно ты вдруг отсекаешь все остальные вещи и ты ну это какой-то такой типа штамм мы сейчас ездим на концерты и мне концерты просто приносит удовольствие постоянно потому что кто-то постоянно этот концерт вытаскивает и нет такого что знаешь это только диман делает димана очень часто бывает что он знаешь на концерте где-то в облаках витая тогда серёга там что-то со зрителями хоп тут шуточку там под кольчик что там давно не матерились он в любой момент так вот так вот так вот породину тебя постарели вот реально мы постарели потому что буквально два года назад он бы сказал нормально кто кто а сейчас он а ну понимаете мы сейчас вот здесь сидим и кого-то выделить и отсечь остальных я не могу просто она не очень много всего мы перестали мне кажется перестала вот быть рвение зовут эту там за первенство быть самым смешным нас кстати слава очень часто на эту тему подкалывал не подкалывал даже он значит приходил к нам здорово пацаны ты самый смешной и он же знает что мы все вот а сейчас я думаю что мы во первых перестали за это сражаться а во вторых вот в этой расслабленности мы просто все пришли к одному уровню я очень уверен что если я не скажу шутку то просто через там пару секунд скажет кто-то из пацанов у нас вот эта степень пробиваемости друг друга она вот выросла максимально но арсен невозможно скажи короче теперь не плохо я правильно бежать вот а я считаю что сам смешной поз и круг все браво ты говорил какое-то время назад что тебя узнают на улице но правда говорят ну ты же этот из комедии поменялось что да нет ну нет смотри нас всех узнают и у людей как бывает они видят лицо вспоминают на каком канале все что юмористическое на тнт это камеди стендап импровизация камеди батл это все камеди вот это из камеди это еще хорошо когда говорят из камеди но больше то говорят из интуиции и всем так ну у всех пацанов такое есть меня вот сейчас меня часто стали называть дима позов вы же дима позов я говорю нет они и когда мне приходят говорят сергей матвиенко ну вот так вот вы же сергей матвиенко и они реально с вопросом в глазах я говорю нет я не сергей матвиенко я не так его извините и тут я меня чуть-чуть мучает совесть и думаю блин но я же понимаю что она вот ну увидела скорее всего узнала но сомневается потому что мы бываем в таких местах в таких городах что люди думают да нет он не может здесь быть вот я говорю как вот там я говорю нет я такой немножечко думаю блин вот я скотина все-таки а когда ко мне подбегают вот там с фотоаппаратом с ручкой с бумажкой говорят вы же дима позов я говорю нет и мне так хорошо я не обманываю людей ты можешь говорить да они еще отметить с тобой один раз мы так сделали нас обслуживал официант который ходил говорил что я дима позов всем рассказал принес мне ручку с бумажкой я ему написал от димы для там кого для лёша не знаю вот я подписался от дима ты говорил что из тебя в юморе долгое время выбивали актер как это тебе мешало давать так сложно это не было такое знаешь прям прекрати шути в смысле прекрати проживать там эту роль и прочее но я прям помню что слова он же когда вообще за что собственно я его очень сильно ценю за то что он свои проекты не пускает на самотек он присутствует на съемках проект пока не запустится он там чуть ли не каждый день ну сколько он может он времени ему посвящает приезжает он всегда в курсе выникает во все вот и например у нас идет съемка или какой-то там прогон или там не знаю там тренировка у нас у нас же не репетиции у нас именно тренировки и мы играем какую-то игру какой-то формат и выхожу я и что-то там сказал такое он наверно понял о чем идет речь но значит это было больше не про шутки про остроумие или там про подмечание какие-то и он говорит на вышли там два одиночества ну что пытается донести какой-то там это все не надо ты уходи уходи ну то есть это обидно особенно если есть зрители и он это прикинь кромкоговоритель говорит это еще раз десять раз подумаешь не 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 в шутке не уверен постою хотел найти имя актера но короче который умер в бумере а кричал димон с гигантским снимался да это снимался в до горопченко сергей гроб точно да вот я с ним снимался в фильме до рассвета вспомнить бы какой из одного единственного до рассвете на самом деле мы с ним не пересекались нигде кроме как на премьере фильма он вообще меня туда обманом затащили мне сказали будешь сниматься в короткометражке я в ней снялся а потом оказалось что из трех короткометражек знаешь как из новелл собрали полный метр ну и все эти новеллы объединяет то что они случились в одну ночь собственно до рассвета ты сказал что тебе очень не стыдно за эту роль да я мне вопросы к сюжету потому что как будто бы везде есть какие-то допущения вот но вот если посмотреть и получить знаешь эмоции от фильма она передается моя новелла вообще там кайф мне нравится она на втором месте после истории сгоропченко потому что он конечно все равно гораздо сильнее меня как артист мне очень нравится вообще их пара там муж женой у них там ночной разговор случается вот даже достаточно щекотливой обстановке вы мне очень мне их сюжетная линия очень нравится так еще кажется интересно это озвучил ветхий завет звучит мощно проект называется завет вот а вообще это в студии базилевс он назывался рабочее название было ай байбл все нравится это бекмамбета вот такое знаешь современная green life да 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 реально и там через настройку мобильного приложения мобильного телефона рассказывается история персонажа как мне казалось очень остроумная история что черный экран телефона да будет свет прибавляется яркость и вот то как будто бы настраивается то что появились моря там выбирается какая-то там заставка как будто такая интересная штука мне чуть-чуть смутило но сказали что все с консультациями одобрение церкви поэтому нет конечно никаких вопросов и тогда мне было любопытно интересно смешно говорит я озвучил библию ты верующий нет я не крещу не было проблемы в этом нет но ничего не противоречит ветхий завет это же просто ну какие-то знаешь истории какие-то небольшие мифы или там басни или это как правильно назвать притчи да вот какая-то такая история и я просто их рассказал я кстати когда был маленький мне подарили мягкую такую книжку в переплоте назывался вавилонская башня мне очень нравилось ее читать потому что там были вот как раз вот эти какие-то библейские сюжеты но классные потом у меня была детская библия такая синяя цвета синего цвета тогда всем раздавали у всех в доме было нам чуть ли не бесплатно давали в школе какие-то приходили люди и мне как раз ветхий завет очень нравилось там про самсона просил у волосах я просто почему да 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 я просто спросил про веру потому что ты играл на у тебя было ты играл трупа очень многие люди верующие которые артисты до актеры они отказываются таких ролей потому что то есть некие суеверия на тему уже уже противоречие верующие не суеверия ну что такое горячий ну что поймал ну что грубо говоря из плохая время далек в гроб то что такое может тобой случиться в реальной жизни как раз как раз если я язычник вверх верующий в суетом я наверно могу в эти какие-то приметы верить тебе не стремно в такой роли я не знаю да более того я расскажу был в питере проект назывался ужасы петербурга и там рассказаны мифы и легенды петербурга там было пом 13 комнат кстати число какая-то тоже не случайно счастливое это не случайно и там зрители переходили из комнаты в комнату и в каждой из них разыгрывался какой-то сюжет такое интерактивное иммерсивное представление было тогда я еще прошу там вернувшиеся вот эти исчезнувшие не слышал и в каждой из комнаты мы разыгрывали какие-то сюжеты в одной из комнат была был рассказ про распутина и собственно он лежал в гробу это был конкретный человек ну смысле там актер и я там тоже был я лежал в гробу ничего не страшно но если меня не закапывать я я в этом плане клаустрофоб я знаю что я сейчас я я ложусь я проверяю открывается все но там пацаны конечно шутили делали вид что идет группа я ложился в гроб закрывался они садились сверху на крышку что их не поднять и в момент там у меня есть реплика акцент когда должна крышка открываться я не могу открыть но ты же понимаешь что в начале мозг очень быстро думать что случилось не 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 наверное шутят чик чик потом хи-хи-хи ладно пацаны полежу 10 раз 10 10 минут отдохну трупа сыграть может каждый или есть нюансы ну смысле что не дышать когда крупный этот ну меня на крыльях просто нюанси я просто лежал за мне заплатили за это деньги все только ты помнишь сколько по моему ставка была там 7 500 или 8000 за день был один прикол который далеко зашел это ваша легендарная история с скрепкой вот скрепка так вот это мы все и если это надо оставить мы все подправим нет смысла говорить нет мы подумаем меняемся мы меняемся канцелярская скрепка который превратилась в дом прости этот дом ты сейчас вот будешь приводить в порядок сейчас все поедут в отпуск а серега остается в москве потому что у него здесь дом который помните был бы была скрепка теперь этот дом дораста получилось и в каком станет дом то можно жить нет конечно короче смотри какая была ситуация мы мы договорились с людьми которые с которыми поменялись мы отдаем им футрак они строят нам дом вот и было такое что мы они строят дом в котором нужно сделать будет внутреннюю отделку вот и ну там мы не договорились про ландшафт и все остальное вот и все мы и сами мобилируем и все остальное вот бахнул к вид и они очень сильно попали потому что они делали как они продают дома и берут сразу деньги а дома строят позже а там стройматериалы выросли в цене сильно и у них дома все ушли в минус ну то есть они каждый дом они по договору должны построить дом а стройматериалы стоит сильно дороже чем стоили и у них все там больше половины домов ушли в минус и они говорят блин чуваки давайте меняться обратно игру вы чего вы с ума сошли мы сколько времени на вас потратили насколько времени убили мы дом по чуть ли не своими руками строили вы что-то подписывали вот нет это все было договоренности такие вот ну и они такие да да все типа это давайте короче и они отдали вот дом просто коробка участок коробка но со стекла как пакетами но мы там короче все теперь нужно как-то сделать вот я не знаю как мы застопорились потому что я не понимаю как привлечь туда людей потому что с ютубом какая-то странная история с инстаграмом странная история где где это освещать непонятно мы же еще ушли на эксклюзив во вконтакте вконтакте у меня нет сообщества для этого проекта и я вот не знаю мне надо как-то плавно переехать и дальше все это развивать а я не понимаю как и вот сейчас я туда отвез группу геодезистов которые сделали геодезические изыскания чтобы ландшафтный дизайнер придумал нам как там все въездная группа что там за домом должно быть ну короче вот потихонечку потихонечку уже начал вот но самое самое основное это типа фасад и коммуникации остальное вроде простенько если доделать этот дом сколько он может стать я вообще не знаю цен на тот момент когда мы пожали руки сказали все прощайте мы с вами больше дел не имеем то есть дом оформили на нас это было наверно года два уже назад он стоил вот в таком состоянии в каком есть семь с половиной миллионов плюс участок если его достроить не знаю на миллионов наверное 15 если не больше чего-то футбол такой был футбол смотри мы когда меняли футбол это футбол от компании еда на колесах такие знаешь красивые но же не стоит 7 капсулы он стоил тогда четыре с половиной миллиона моего цели да да а дом стоил пять миллионов примерно вот они говорят вот наша на наш дом стоит там типа 5 миллионов вот если еще взять построить а мы тогда футбол оценили просто мы отдавали футбол и еще как как бизнес он там до оснащен был туда там холодильники поставили еще какие-то варочные поверхности вот и мы его отдали там все что было в нем отдали погнали дальше представим что слушать музыку запретили можно оставить одну песню какую песню выберите песню прям ну прям даже не исполнителя песня песня одна песня но каждый может сохранить одну песню для общей коллекции библиотеки человечество и так ваш вклад думаете а ты смог мая бич у пройдет же да под ней можно иметь бегать и на свадьбе первый танец танцевать в качестве слома от репетированные танцы перед перед пилка до связки а в конце оказалось что ты тоже девушка я недавно ехал в такси и почему-то я вообще люблю эту песню сергей брусь и услышал эту песню я вообще эту песню знал и люблю но какой-то вот я ехал типа в такси и вот я и даже сказал такси я редко так говорю я буду таксисту а может погромче пожалуйста включил я слушал песню милая я слушал песню аббы the winner takes it all на это круто были ваму точно сохранить для чего я бы сохранил тогда я сохраняю конечно шоу мозговом ну да это вот где-то лучше этой песни уже не будет и не было и подожди сейчас еще серёга скажу мне тоже надо что-то сохранить да давай своих любимых вот этих филатов и карась да мне не значит тогда сохраним песню которая называется позови меня с собой в исполнении анатолия цоя не аллы пугачевой анатолия цоя пугачева сейчас обидно и пугачевой и родственникам того цоя дим ты рассказал баре в большом городе что однажды после операции ты чуть не умер было дело ты долго не мог выйти из наркоза до 2 часа до 2 часа эти к тебе подошли и уже поняли что есть какая-то проблема в итоге пять часов на что это было предыстория небольшая почему я всю эту историю так хорошо знаю почему два часа и пять часов два часа после операции это было время когда я проснулся головой то есть я начал слышать все что происходит и что тоже долго долго и более того даже я слышал разговор что когда оперирующему хирургу она спросила где он есть сказали типа что вот еще там остался в палате а пришел собственно главный анестезиолог говорит сколько он уже лежит они говорят два часа он будет это нормально они ведь нет два часа после операции он ну это не очень но в этот момент я уже просто все слышал и поэтому я знаю все эти цифры я проснулся а мое тело нет то есть я не мог дышать я не мог двигаться вообще ни единым ни единой мышцы не ничем и дело в том что я слышал даже уже какую-то легкую панику врачей вот это все что холодный пот он ни на что не реагирует когда ты врач ты понимаешь еще что это все не не думаешь о том что ты врач ты там просто это очень сложно описать ты знаешь у тебя начинается паника которую ты не можешь выразить ничем то есть наверное наше тело придумала как-то так что знаешь там мы ну паникуем там дергаемся бегаем не знаю орём а я ничего этого не могу то есть я паникую просто в голове и в этот момент ты пытаешься что-то сделать и для тебя это настолько неведомое чувство что просто ничего не слушается ну ничего не работает а слышишь ты хорошо все прекрасно я имею ввиду слышишь ты как вот меня сейчас ты да да не только как в ариуме нет нет все слышу все понимаю что они говорят более того когда они мне открывают глаз чтобы проверить реакцию зрачка я их вижу но я не то есть и в какой-то момент так получилось что чтобы человек проснулся нужно отключать периодически кислородную маску чтобы он раздышался и вот это было самое страшное потому что в этот момент то есть ты лежишь от паники тебе не хватает кислорода который идет через эту маску потому что все таки это не естественное дыхание а когда ее снимают чтобы ты продышался ты просто задыхаешься но если ты в состоянии сна и задыхаясь там начинаешь дышать и ты этот момент пропускаешь условно ты его не почувствовал то здесь я-то не сплю и ну умом наверное я так пытался себе объяснить что никто меня не бросит в этом состоянии кто сейчас такой ну бля все пойдемте пусть что мне вернут эту маску но жуткое абсолютно состояние ты просто вот лежишь и задыхаешься все а потом тоже очень странно но это уже для меня сейчас звучит как эксперимент что в какой-то момент на я лежу 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 и чувствую что по моему я могу подвигать мизинцем я двигаю на ноге я двигаю мизинцем на ноге и начинаешь задыхаться то есть вот буквально там пару движений на ноге и мне не хватает воздуха я типа опять лежу лежу то есть насыщение такое что это вот все для меня это усталость лежу 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 опять такой что-то мне кажется вроде двигаю думаю блин ну теперь осталось им дать понять что я не сплю потому что ну глаз не реагирует и в итоге но не то что повезло я думаю рано или поздно это бы случилось кто-то из врачей говорит у него по моему двигается палец торгать но это наверно судорога уже я думаю не вот тут-то я вас успокоил хотя было в голове что типа может правда судорога хер за как люди умирают может вот так когда люди умирают начинать судорога я не знаю я понятия не имею я в какой-то момент подумала вдруг я умер может вот так выглядит смерть что просто мы остаемся не знаю вот в этом последнем пристанище где мы были и башка твоя просыпается а тело все умер подожди ты реально в тот момент потому что может я подумал что возможно это вот так выглядит смерть мы же не знаем ну да ну то есть я понимал что скорее всего я просто вот что-то произошло но какой-то момент я думаю но это если вот эта смерть это пиздец ты ты в затречении своей башки навсегда и все и потом он говорит что наверное это судорога второй говорит ну все стоим наблюдаем все они видимо стоят наблюдают а я жду пока у меня опять появится силы я типа двигаю мизинцем и потом он мне говорит дмитрий вы нас слышите опять лежу-лежу-лежу-лежу опять пальцем двигаю он говорит ну судя по всему он нас слышит он наверное проснулся все мне потом сняли эту маску надели обычно вот эту вот грушу вот это тоже пока меня перевозили там в интенсивную терапию но задыхаешься просто этого воздуха не хватает тебе хочется вдохнуть а ты не можешь он там качает тебе все потом я лежал там полежишь час поспишь просыпаешься у тебя уже вот так нога ты вот так несколько раз поделал все опять задыхаешься думаешь на спин просыпаешь такую опа уже в колене ну и конечно ощущение когда вот там я не знаю на какой раз я проснулся в общество что прошло часов 78 когда я вот проснулся и почувствовал но у меня все там трубка вот эта вся херня но я чувствую что по моему я могу дышать то есть я чувствую уже знаешь вот эти мышцы то есть до этого там где-то вот внизу я там в панике там эту кнопку типа медсестре она еще была занята я просто достаньте я хочу первый раз вдохнуть своей грудью минут 15 она что-то где-то шаталась пришла ну и все вот она конечно достает вот первый вдох тут же конечно устал башка болит я опять лег спать но вот ощущение что блять ты заново родился просто ты дышишь тебе объяснили почему так утром пришел врач говорит давайте разбираться они во время операции разгоняли тему что я наркоман вызвали леча врача она говорит такого не может быть они говорят ну блин может типа не знаю не сказал еще что-то она говорит да он сам врач он прекрасно отдает себе отчет что наркоз на наркомана вот так может подействовать ну было бы странно если он об этом там не знаю какой-то личной беседе бы не предупредил это может она типа напился каких-нибудь успокоительных накануне она ведь нет он вчера приходил абсолютно спокоен веселился этом я вложился донышка в отпуск потом они приходят говорят может у вас какие-то миопатии что развивается мышечная дистрофия я думаю ну очень прикол пошел там просто уже в какой-то момент на соседний этаж я говорю врач нашел там специалиста я говорю сделайте мне там вечером пока я тут лежу проверьте все мышцы она мне все это проверила быть нет с вами все хорошо и в итоге потом уже они мне сказали что может такое быть что ферментов печени не хватает но это ведь надо проверять я спустя какое-то время уже когда мы меня выписали я пошел сдал анализ пришел домой и мне приходит анализ что в норме этот фермент 15000 а у меня 30 просто то есть цифра 30 я в панике звоню говорю мне надо на узи а я открываю интернет там пишут рак четвертой степени печени цирроз я думаю звоню говорю мне срочно нужно узи она ведь но я уже ухожу я говорю пожалуйста я типа вот врач пришел тест спускаюсь бегу в клинику она мне делает узи это у вас просто печень здорового человека я говорю ну вот анализ она говорит ну вот таким просто пришли в этот мир почему они решили не делать этот анализ мне с этим показателем вообще нельзя делать такой наркоз вот этот вид наркоза мне просто противопоказан по-хорошему мне надо не знаю там татуху или жетон носить с собой пришли со мной где-то что-то случится люди должны понимать что так меня нельзя типа уводить вопрос а как можно делать операцию учитывая что ну если у человека там нет этого фермента в печени может чек не проснуться этого не проверив вернее не понимаю я притом сдал кучу анализов кучу но не этим но этого не было и сейчас вот дочь дочки делали операцию пару лет назад первое что я сказал я говорю вы обязательно берите этот тест потому что вот у меня нету может такое быть что и у нее нету они год мы его всегда делаем я говорю ну классно что вы его всегда делаете может интервью теперь поможет если меня кто-то однажды решит наркоз вести самый неловкий способ как вы зарабатывали деньги неловкий нормально блин не знаешь какой-нибудь может свадьба какая-то получилось все вообще не так как хотел что-то заработали ладно можно я короче работал это был какой-то какой-то корпоратив на чьи-то день рождения был и меня туда позвали по рекомендации я приехал на встречу с мужем который устраивал своей жене этот день рождения и мы обсуждаем что надо и он что-то очень детально прорабатывать сценарий там проговорить какие-то вещи когда-то вот как вы думаете может кого-то еще позвать ну там чтобы вот как-то праздник насытить я к ну конечно вернуть все же от ваших финансов зависит кого хотите могут кого-то вот митя хрусталёв думаешь как чем-то классно давай как его позовем его уже ведущего да чуть-то вместе чик-чик короче начинается мероприятие я выхожу говорю всем привет а у нас отметить хрусталёв выходит он ведет весь день рождения но за большие деньги весь день рождения ведет я с ним сфоткался и в конце получил свои деньги мне кажется это был какой-то даже знаешь мне на чай дали даже нет просто митя отдавали деньги ветер подул что-то разлетелось вот что я успел собрать это вот был мой гонорад то есть я не ничего вообще не делал но я переоделся вау а ты помнишь сколько тебе тогда заплатили ну это было прям давно прям точную цифру не скажу но я я я помню сколько митя тогда получил он получил по моему он это назвал в евро я сейчас тот курс не помню это было 400000 дали это было давно когда были у меня была коса на фотка и я запутал рублей 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 я прям помню эту фотку я сижу в пиджаке он такой он уставший я бодрый он запахавшись более того мне еще этот организатор но не организатор этот муж этой жены он дал еще мне по моему как и даже какие-то деньги на чаще ну знаешь это вообще все очень было странно то есть я получил этот гонорар и вот столько же мне к следующий получил все как это было вот совершенно я вспомнил наверное похожая история когда-то давным-давно когда мы еще в квн играли нас позвали в воронежский ресторан бархат в три блока квена а ресторан очень дорогой такой воронежский там очень мало людей сидела такой темный зал мы в нашей команды квн выступали а мы там собственно были с катей с женой димки вот мы играли в одной команде квен но не только мы вдвоем нас большая была команда ибо играли 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 мы выступили первый блок а потом по моему прям выходя на второй нам говорят там какой-то мужчина в зале заплатил чтобы вы больше не выходили и мы забрали эти деньги а мы представители аграрного университета шутим что-то вот что-то мы шутим заплатили чтобы вы больше не выходили это было отвратительно это очень смешно какие бы отказались да да нет мы дальше и он тут в конце браво не знаю я уверен что все зубы за которые мне заплатили я сделал не очень я прошу всех прощений офигеть ты серьезно ну мне кажется тогда что точно можно было лучше страшно и спорта нам жизнь но это не потому что я так хотел или я такой безответственный но молодой врач ночью научился там что-то пробовал нормально ты косячил ну не я уверен в этом да что это было не не идеально вообще история с алкоголем да что ты не пьешь да в какой момент ты решил мне просто очень понравилось молоко матери и я думаю не может быть что-то вкуснее никакого другого напитка не погоди может быть там отец повлиял скажем что ты смотрел на отца и потому что вообще нет ну то есть нет отец смотри вокруг меня много людей которые бухают и они отличные люди как у меня это началось я наверное все пробовал прежде чем попробовать нюхал мне никогда не нравился запах алкоголя зачем я буду это и в рот засовывать если это плохо пахнет вот у меня все все что плохо пахнет я не хочу есть не хочу пить то что плохо пахнет у моей мамы там есть три сестры и вот мы у старшей собирались всем скопом у всех там по двое по трое детей вот и там мне на лет десять было вот какой-то там праздник очередной и вдруг детям принесли по пиву по стаканчику и дым блин ну они горитва чуть-чуть по стаканчику это не это нормально и все радуются у меня брат младший на два года младшего ну родным да вы чё чему вы радуетесь вот и типа но я хотел попробовать я понюхал думаю да нет это невозможно это же воняет вот я думаю вот у нас стоит напиток сливочный еще полторашка вот этого знаешь колокольчик иду на фига пить вот это когда вот это есть вот за это я буду драться вот и у меня как с алкоголем вообще не не было никогда интереса попробовать вот то что батя бухал ну бухает и бухает я как-то к этому очень спокойно ношусь такое бывает знаешь когда ты видишь неудачный пример в детстве ты потом стараешься максимально отгородиться я не для меня это не было неудачным примером я может на подсознательном ряду никогда не думал об этом нет я в какой-то момент и ну я прямо восхищался батя у меня очень талантливый батя был единственное да он бухал но я же тогда вообще на это не обращал внимание то есть он охеренно рисовал просто вот у него дебельский альбом он себе рисовал он всем сослуживцам рисовал очень круто он круто поет играет на гитаре он играл в группе мама наверное под на это и появилась вот он там и барабанил и на гитаре и пел все все вот он такой и хороший водитель вот от меня от него мне передалось только вождение наверно ты никогда не пробовал его найти честно нет не знаю ну я просто не очень могу понять эту позицию я просто пытаюсь разобраться почему нет же такое что или или где-то глубоко зарыто что он сделал больно вообще уйдя мне не наверное матери сделал больно мне нет я еще такой в этом плане наверно был потому что ну а единственными напрягало что они когда с мамой уже развелись он еще жил в комнате да там разделились вот это общался и с ним и спокойно мне было вообще пофигу они поругались это ваше дело вы поругались я не знаю что там малой был уже это и типа я с ним ездил в рейсы куда-то он там если и уезжал в анапу вот куда-нибудь я же с ним на хвоста падал там на денечек выезжали когда срались вот он ее бил вот тогда было напряжно а мы там в какое-то время уходили из дома чтобы маме не влетала вот бы были момент но опять же это у меня из памяти они быстро стирались пипси колу привезет из рейса вообще от тебя никогда вот честно не помню то что он ругал меня эту я помню один раз но и тогда вообще мелкий был я баловался его гитары порвал струну прятался под креслом от него очень долго а причем кресло ну вот как стул с четырьмя ножками я думал меня не видно давайте дальше на что как вам кажется вы тратите слишком много денег блин а это надо типа вот из всего что не очень полезное да слушай может у чего одежда это полезно же в целом ну еда не знаю там это полезно я насчет одежды кстати но не скажу что может быть это самая большая трата но я бы на одежду хотел сильно бы сократить потому что мне и столько не надо просто такая же история я вот всем рассказываю пример я видел рекламу джейден смит в куче одежды стоит и потом она с него срывается и говорит я за разумное потребление мне кажется правда вот столько ее нам не надо понятно что есть какие-то там вещи в которых мы там должны сниматься но это нам дизайнер какой-то стилист принесет вот вот так жизни но у нас просто стилист который вот прям нас везде одевает появился не так давно и раньше очень много приходилось покупать ты идешь куда-то на гостевые съемки еще что-то и вот помню в какой-то момент у меня стало вещей ну я их кроме как на съемки никуда вообще не носил то есть они просто висят нему ну не нет столько до желания нет столько штанов менять вообще вот они у меня есть мне такая вешалка и заходят часть этой вешалки за шкаф вот так я вот оттуда их даже не достаю посмотреть то есть это просто очень неудобно я иногда думаю вот все что там точно надо отдать потому что я просто их не достаю даже оттуда надо перебрать но мне кажется я много трачу на всякое всякие приколюхи технические я всегда любил распаковывать изучать технику а когда появились лишние деньги знаешь вот это просто сидишь то куплю вообще столько говна накупил ненужного просто вообще ну зачем это все захламляют дом но потом что-то типа отдаю что-то выкидываю но мне кажется я хочу все игровые приставки вообще все так сколько четыре уже насколько у тебя ну пока четыре четыре но сейчас еще одну заказал дожди playstation xbox switch и стимдек да вау и начало не год мне кажется уже не я самое интересное что я играю крайне мало но мне как интересно вот я xbox вот я такой в какой-то момент сижу и думаю так вот идет там это вечная борьба playstation xbox учу его не куплю себе через борюсь то почему я так как раньше типа выбираю одну призыве хочу две шоу купил стимдек ну типа на гастроли гонять потом фифа на ней не пошла и такой ну надо этот asus rock сейчас покупать срок ну блин у меня нравится мне самое главное не столько нравится играть сколько вот достал настроился чехольчик купил вау взял потому что unpack master я player все музыкально купил за 75 тысяч вот это вообще тупость вселенского масштаба он стоил 100 но я его нашел за 75 экономишь да да а ты рассказывал как впал в депрессию во время пандемии и как собственно выкарабкать из этого тебе помогал слава на совет но он помогал мне дала туда рекомендовал специалисты да конечно это был психоаналитик да я тут как бы ну не то чтобы я хочу со славы снять какие-то почести я просто считаю что с такой проблемой конечно нужно обращаться специали не к друзьям да и начальству а к специалистам поэтому да слава помог тем что просто дал специалист долго выходил но это длительный процесс и более того он же имеет свойство возвращаться периодически рецидивы случаются я не уверен что я там до сих пор вот полностью знаешь избавился от всех там своих демонов тем более как только начинается вот такая занятость как сейчас вот этот бешеный ритм психика так перегружается что накатывает периодически знаешь просто херово становится где-то пытаешься успокоить где-то ответить на вопросы ну понятно что даже аналитик тебе скажет что настроение не бывает всегда там ты не можешь бегать счастливым точнее дурачок там есть куча обстоятельств не контролируемых нами есть просто жизненные какие-то обстоятельства которые на тебя влияют просто ты можешь где-то ответить себе на некоторые вопросы где-то понять как среагировать где-то не знаю элементарно там даже медикаментозно если по уму там подправить свое состояние но это конечно небо и земля то что было и то что сейчас совет который вы бы дали каждому человеку на планете ой блин не знаю не умеют советы я должен всем находить что-то красиво неважно в природе в мире в ситуации я даже когда сажусь в какой-то транспорт я пытаюсь найти нужно красивое лицо красивую там башмаки и могу под пока еду пялиться и слава богу все это при тебе и лицо и больше ну наверное ищите то что заставляет вас улыбаться вот вот как будто в улыбке кроется этот секрет счастье все кроется в доброте мне кажется а все остальное последствия потому что вот хочется сказать там не знаю людям отстаньте друг от друга сейчас же время когда все очень сильно и всех а с другой стороны вот будет человек ну добрее он и не будет особо никого доставать ну и собственно это вот на любой аспект жизни если проецировать эту доброту то все станет сильно лучше блин ты такой комфорт я очень комфортный и уютный такой устав вот поэтому в доброте пусть будет и улыбаться тогда будут все да хорошо вы как boys band подкиньте пацанам идею для первого свидания а вот ходите к нам на концерт кстати да мы недавно выселены ком-то концерте что короче мы приходим и у нас на первые ряды понятно занимаются там активные наши фанаты а это на девчонки в большинстве случаев а вот на каком-то концерт был уже давно нами год назад мы прям заметили штуку что типа мы говорим пацаны кто пришел на концерт они поднимают руки и мы поняли ага то есть пацаны выкупили куда лучше пойти где много девчонок и сидят на импрессе просто затесались там так что да идея отлично идите на наш концерт по очереди пожалуйста эти что вас злит в людях злость я вообще мастер по советам кайфуйте жизнь одна что злит злость от несправедливости могу вскипеть секунду я прям сидел ждал когда до меня очередь дойдет а он сказал скотина несправедливо будешь просто сидишь дальше да это несправедливость несправедливость я говорю что это несправедливость нет скажешь а это несправедливость нет это было несправедливо тебе можно сказать несправедливо причем я должна не зрели если кому-то несправедливо ну что-то нам достается в плане благ это вообще ну окей но когда знаешь там кого-то вдруг несправедливо обвинили и там что-то обидели как-то задели или меня ну то есть вот вся вот это и ты просто это моментально я даже не успеваю это проконтролировать она вспыхивает быстрее чем есть какие-то моменты которые расстраивают тебе не нравятся а несправедливость прям злит не знаю почему тупость наверняка да хорош ты ступости ржешь я знаю по доброму и по-доброму опять же доброта на добрая тупость прикольно но ну будет я имею дату тупость которая вот залог всех плохих дел когда вот были ты разговариваешь с человеком или читаешь что он пишет думаешь насколько вы сейчас счастливы на этом этапе все же шкале от 1 вопрос я уж на 10 у меня такие первые сложность с оценкой происходящего то есть когда это завершилось я могу это оценить а вот в процессе когда завершится ты не сможешь это мы сможем и за это мы сможем 2 оценить договор он был я съездил в путешествие она вот я уже из самолета вышел уже сюда мы приехал я говорю блин очень круто было а у как в процессе к ваще скажу класс а через секунду у меня пропадет кроссовок но моменте ты счастлив в моменте вот видишь момент в моменте вот сейчас вот вот сейчас на сколько семь говори какие-то скольки больницы 10-балльный коржевого 7 но сколько 8 жарко мне души есть вода и падает 5 говори средний 4 5 5 5 5 ты же уже чего общую тебя 5 я не знаю же кайфлажор к деньги денег дева дудуешь планет но блин пацаны не крайне не для счастья нужно джет я джеб хоть же серьезно хочу перестань частный самолет конечно куда ты на нем будешь летать да у тебя не просто вот я хочу столько денег чтобы я мог спокойно содержать частный самолет не задумываясь куда он собрался летать в армавир по всему миру он просто на свою пятиэтажку приземлиться у просто это ты боишься летать тебе нужен частный поезд не нужен мне частный поезд и вообще не планирую куда-то поезд просто ржд тебя возненавидит одна дорога playstation распаковывает ездить пост ну и ты блин да ну не знаю наверное семь восемь вот так ну всегда же надо к чему-то там идти плюс есть же вещи которые не контролируются нами нельзя сказать что все я все про меня все сделал ну раз опять или вот погода ну говно значит два осталось что будет когда мы умрем я уверен что мы это как эти нет не реинкарнация что мы как эти как призраки существуем стополу сто процентов но сейчас в этой комнате очень много людей что будет когда мы умрем я это отвечу словами вася вакулин наши дети будут лучше но я в плане что мы же но я жил когда мы родители ругали время потому что раньше было лучше мы сейчас тоже думаем но и вот как а мне кажется наоборот все куда-то к чему-то хорошему идет возможно возможно вот то что сейчас все это все это все для чего-то сука все умные говорят а с нами что-то будет с нами до после смерти она откуда не знаю я вообще не понимаю но я вот про это это как-то странно ты в прошлой жизни был кошкой веришь в это но не кошка я был я был не кошка я был тигром серёж что будет ничего не будет вообще ничего не вынесу что мне любопыт нужно вот смотри ты когда спать ложишься и снов не видишь что бывает ничего не бывает просто закрыл глаза и все ничего нет вот так и будет тадак с нами что будет ну с нами чубы не не никаких карнации но чего там будет не существует этого всего просто ты тебя выключили и все экран потух ты такой нет удано сто процентов все просто но все люди всю историю пытаются придумать что что-то должно быть чтобы не так обидно было умирать никогда мы не узнаем что там пока сами не окажемся как не узнаем если мы уже знаем пошел просто гулять сквозь стены ходят их не видишь ты их не видел когда-нибудь нет а ну один раз да ну не надо не было не призрак мне кажется это было странно сигарету я кстати недавно подумал что вот наша жизнь своеобразным образом складывать своеобразным образом складывается короче я недавно подумал что наша жизнь же интересно сложилось что мы произвели столько контента он же будет ну и потом то типа останется но его можно будет позырить думал о том что как дети твоего растут увидят все это вот смотрю они сейчас видят я наверное удивлен что они смогут даже спустя много лет очень много чего про меня увидеть со мной чего-то увидеть где возрасте в таком возрасте даже контент будет так много что чего-то они еще не видели все еще знаешь там типа они уже давно им под 30 лет например а еще некоторые видео с отцом не надо прикольно что вот мы ну мы понятное дело что мы пришли стали там артистами однажды потому что там это тщеславие там оставить след и так далее прикольно же что мы его уже оставили то есть этого очень много можно будет посмотреть не знаю поржать или сказать наоборот ой какой кринж прошли на годы или лохи типа были прикольно мы же смотрим сидеть смотреть а ты как я ржу с комедией с луида фюнесом ну и уж уже давно нет все его фильмы можно посмотреть поржать прикольно все тренируйтесь и битируйте все поздно я у себя версии спидометр свой вот этот а готова и гармонично спидометримся